Да, я включил запись. Наверное, Токеда мне хотел об этом сказать. Я тебя слушаю, да. Об этом сказать привет. Чтобы ты не забыл включить запись. Да, спасибо, я как раз понял. Так вот. Аэропорт Непала. Аэропорт Катманду. Ох, у меня весь Непал в голове играла песня группы Крематорий, да, знаете, за родную Катманду. Отличная песня. Так. Вот. Стоять не туда, не то, не так. Я что-то нажал, и оно само. Вот. Аэропорт Катманду. Как говорит тебе, елкам. Катманду. Точнее, это уже такой пригород. То есть мы жили за окружной. Чуть-чуть за окружной. Там сектор таких домиков. По нему понятно, насколько Непал бедная страна. То есть есть такое мнение, что Непал бедная страна. Непал действительно не очень богатая страна, согласен. Но, как я говорил в прошлый раз, кто не помнит, не слышал, Непал частично старается казаться очень бедной страной, чтобы получать помощь от более богатых стран. А на самом деле там люди местами живут очень неплохо. Да, села такие пятнадцатый век, но в столице все хорошо. Активное строительство, они получают хорошо там денег в основе Индии, потому что там старший брат Индия. И активно строятся. Это вот горы, это граница долины Катманду. Одна из немногих долин и низин вообще в стране. Да, слушаю. Я тебя включил. Прием, прием. Такие, да, отзовись. Ладно, оставлю микрофон включенным. Такие, да, ты вылетал. Окей. Значит, не важно. Угадайте, откуда товары в этом магазинчике. И какие товары. Ну, как бы, что еще? Что еще импортировать? Вот так выглядит Катманду. Это центральная туристическая улица. Выглядит на фоточках, оно немножко трешово. Согласен. Но мне вот так оно запало в сердце. Я не знаю почему. Вот есть в нем что-то. Он очень колоритный. Да, там совершенно безумный трафик. Там по улицам мопеды, велосипеды, люди, коровы, поток человеческий, мопеды. Первое, что ты покупаешь обязательно в Катманду, это респиратор. Респиратор, либо хотя бы маску с фильтром. Не медицинскую, а с фильтром. Потому что пыль. Потому что дороги в основном не асфальтированные. Дороги грунтовые. Поэтому пылища стоит неимоверное. Ты погуляешь полдня, приходишь, у тебя слой пыли на всем. Поэтому покупаешь респиратор, ходишь в респираторе. Вот так выглядят улочки. Но что-то в этом есть. Какой-то вот такой колорит очень интересный. Мне с первого дня зашло. Очень зашло. Выглядит это как хаос. Полный и абсолютный. Это, кстати, центральная одна из самых широких улиц. Я потом покажу узкие улицы. Вот так это выглядит. Это туристический центр. То есть везде отели, везде бары, кафешки. И очень много магазинов турснаряжений. Потому что, как я уже говорил, все идут в горы. Но многие прилетают налегке. И просто можно прокат. Встать все. Ботинки, кутку, термуху, рюкзак, палатку, спальник, горелку. Ну все, все, все. Ты берешь на прокат за какие-то абсолютно смешные деньги. Ну или покупаешь, кстати, за не менее смешные деньги. Там куча магазинов. Норс Пол. Кто знает. Вот фирменная одежда для горных походов. Еще всякие бренды. Я правда не знаю. Это оригиналы или локал эдишн. Очень много, кстати, контор, занимающихся грузоперевозками. Потому что в Непале очень дешевая сувенирка. Вот дает твои карго, карго, карго везде. Потому что там очень дешевые поющие чаши. И кибетские. Там всякие изделия из шерстияка. Свитера, накидки, пальто. Это все очень дешевое. А если умеешь торговаться, очень-очень-очень дешевое. И люди нагребают просто ящики всего этого. И если ты не хочешь это все тащить на себе, то ты просто заказываешь адресную доставку. И пока ты там шаришься по горам, покоряешь Эверест, или бухаешь на Табеле в Катманду, компания доставляет тебе в твой родной город твой ящик с сувенирами. Очень удобно. Вот сувенирки. На любой вкус, кошелек и размер. Просто дофигищащая. Я так хочу в Непал снова купить два мешка сувениров. Наверное, вот это я купил свою первую маску, чтобы можно было хоть как-то дышать на улицах. Ну и не мог не сделать фотку в духе Скорпиона из Мортал Комбата. Нельзя просто взять и купить маску. Традиционные азиатские провода. Я как-то видел в Непале, как это ремонтируют. Чувак берет бамбуковую лестницу, приставляет к столбу и голыми руками распутывает эти прописперчатки. Будда убережет. Распутывает там провода, что-то отрезает, что-то изолентой приматывает. Возможно, у него просто резист к электричеству. Он очень продвинутый ел. Вот центральные улочки с кафешками. Тут уже мощеные. Не грунтовые. Буддистские флажки традиционные с мандрами. Внезапно. Центр-центр. Это мое любимое место в Санкт-Манду. Это Тамель. Самая туристическая улица. Там просто клево жить. Но в Непале, да, в Непале есть нюансы. Из всех стран, где я жил по Азии, в Непале чаще всего вырубают электричество. Например, чаще всего проблемы с интернетом случаются. Есть нюансы. Вид из кофейни. В Непале, кстати, очень хороший кофе. Высокогорный. Очень вкусный. Это просто ступы буддистские во дворах. Стоят красивые. Да, если доктора Стрейнджа видели, то его снимали вот здесь, на этой площади. Я сейчас покажу ту самую дверь, куда он стучался. Чуть-чуть дальше. Вот что мне очень-очень нравится, как Манду и в Непале в целом, что вот такие вот осколки древности, они просто как должное. На каждом углу, в каждом дворе здание, которым там 200, 300, 500 лет. Потому что раньше там была очень развитая, очень богатая империя. Маленькая, но гордая. Но в Непале с чем еще проблема? Там очень часто смертесения, и в отличие от Индонезии, смертесения более разрушительные. Последнее смертесение большое было в Кагманду, кажется, в 16-м году. И там центр очень сильно порушило. Центральная площадь, Дурбар, до сих пор в лесах. Потому что были очень большие разрушения. Раз, раз. Да, слышу. Извините, забыла меня звуките. Во-первых, мне неудобно поднимать руку. Я ждал, когда ответишь. У меня почему-то плохая связь для тебя. То есть что-то с интернетом. То есть у меня интернет нормальный, но для тебя у меня коннект неудобительно. Хотел я спросить вот о чем. Какие на самом деле отношения между Непалом и Индией? То есть нет ли там какой-то вот напряженности, типа большой брат для всех дела? Есть. Есть. То есть они помогают им, да? Но тем не менее претендуют на весь Непал, судя по всему, да? Нет, они территориально на Непал не претендуют. Нафиг Индии и Непал. Есть у них там свой Джамму и Кашмир, незакрытый квест. Плюс на востоке Индии есть так называемая куриная шея. Тоже конфликтный регион с Мьянмой. Они там конфликтуют. Поэтому территориально Непал и Индии нахрен не нужен. А это там, где Бангладеш врезанный, да, такой в Индию? Да, 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 да. У них конфликт на тему религии, во-первых, потому что Индия претендует на Будду. Пал претендует на Будду. Непал говорит, мы родина буддизма. У нас Будда родился. Индия говорит, нет, ни хрена у нас. У них на эту тему есть немножко терки. Чей буддизм труевее, чей буддизм старше. Ну и экономически Непал очень сильно зависит от Индии. Очень сильно. Я не знаю, что они получают взамен. Плюс в Индии живет же Далай-Лама. Правительство Тибетов изгнали. Потому что когда в Тибет пришли китайцы и устроили там резню коммунистическую, Далай-Лама убежал. Тибет и Непала не жалко, да, так помню вроде. В Тибет это была часть Непала. Ну то есть как это было отдельное королевство. В какой-то период истории это была часть Непала, в какой-то период истории это было отдельное королевство. А сейчас это область, оккупированная Китаем. Это как бы независимая территория, но они под китайской оккупацией. А вот еще практический вопросик, как возможно будущему путешественнику. Ты говоришь интернетом там плохо и с электричеством. А если интернет брать мобильный, то же с ним плохо? Я не брал. Это был первый год моего путешествия. Тогда я еще не брал везде сим-карты. Ну и плюс ты учусь, я говорю про 18-й год. Мир очень быстро меняется. То есть за 4 года там могло все сильно поменяться. Я вот в Таиланде был каждый раз разницей полгода-год, и там уже что-то менялось. Поэтому возможно уже с этим получше. Местную симку я не брал, поэтому ничего тебе не скажу. Потому что я в основном там в горы ходил. Нафига в горах симка? Ну понятно, да. Я к тому, что с отсутствием электричества можно бороться пауэрбанком, а с отсутствием интернета нельзя бороться ничем, если его нет. Можно бороться спутниковым модемом. Старлинг, во-первых, дорогой, во-вторых, его за собой не потаскаешь. Да, Наташа? Ну, в общем, я когда была, это был 19-й год, мы брали местную симку, но они там нас разуверили, что... Точнее, уверяли, что на месяц, да, все нормально, там будет с интернетом. Но по факту ее там хватило на, ну вот этого тарифа, не помню, там... Ой, не на месяц, мы ездили туда на три дня, сорян, попуталась с чем-то. Вот, но ее хватило там еле-еле, и потом нам приходилось докупать постоянно карточки для пополнения там на какую-то небольшую сумму, но все равно приходилось, чтобы хоть как-то был интернет, и его, ну, чтобы можно было отписать хотя бы людям. Так что... Понял, спасибо. Вот у меня на Швей-Ланге была такая же беда, я постоянно докупал. Так вот, честно, я в Непале как раз у меня там был период между работами, когда у меня один заказчик отвалился, но у меня еще не привалился. У Фран был отпуск, вынужденный по работе, поэтому мы там о работе не сильно заморачивались. Вот. Продолжая прекрасный, как по мне, это прекрасно, когда вот такие штуки, и это не какой-то музей, это не какая-то закрытая территория, это просто в городе. Просто тупо в городе. Вот такие виды мне очень нравятся. Смесь. Ох. Да, слушаю. Ну, то есть, вот это, грубо говоря, если ты едешь в Азию за аутентикой, то вот это то самое место, где ее можно найти, видимо, да? Да, это то самое место, где в центре на улице можно легко вступить в говно. Есть такое. Я имел в виду скорее архитектуру, но ладно. О, аутентика, да, всякое. Вот эти вот алтари, кстати, в Непале, то есть есть места, тот же Таиланд, где храмы, алтари, вот это все, оно такое довольно прилизанное. И в Бангкоке большинство храмов выглядит, как будто они детвисты специально построены. Я знаю, что это не так, но они очень такие чистенькие, аккуратненькие, все выдры, не пыночки, не свиночки. А в Непале это все выглядит более настоящим. То есть там на алтарях свежая кровища жертвенная, там козья, идолы там, лингамы шиваистские, все это свежей кровью, вымазано охрой ярко-красной. Лампадки на жару, масляные дымят, копья, такая атмосфера, ух, немножко криповый буддизм с индуизмом. Вот такое все. Просто чей-то домашний храмчик во дворе. И опять же, это не какие-то выдающиеся туристические ступы, объекты, это просто ступа в одном из дворов. Я очень советую, если кто будет в Катманду, заходить именно в дворики. Это как одесские дворики, только как мандушные дворики. Ты вот сворачиваешь где-нибудь в переулочек и выходишь, видишь вот такие штуки. И никого, кроме местных, особо нету, потому что нету места. В Катманду вообще довольно мало задерживаются. Все на Эвере спрошу. Вот та самая дверка, куда стучался Стрэндж на замочке, чтобы не стучались, наверное. Я не мог впереди и не смоткаться, конечно же. Это традиционная непальская штука, долбат. Долбат – это такое мемасное блюдо. Везде по Непалу продаются футболки. Там долбат пауэр, 24-hour. Блюдо анлим, то есть ты рис и некоторые чашечки, некоторые подливы можешь заказывать сколько угодно. Это включено в цену, считается, как одно блюдо. И тебе можно обожраться на день. А если хватает, я не знаю, размера желудка, то и на два. Да, Илья, я тебя вижу. И я тебя включаю. Ага. Извини, просто ты постоянно говоришь, что, мол, я сравниваешь Непал с Тибетом, но, блин, Тибет-буддисты, причем фанатичные буддисты, а Непал – это индуисты процентов на 90. То есть тут, как бы, по-моему, можно их сравнить? По-моему, как раз именно в путь. Не знаю, Непал просто… Но, как бы, религиозно-то это две разные страны, например, как Индия и Пакистан между собой. Нет, разве? Ты сказал, что Тибет… Потому что я не видел в Непале, а больше блюдистов. Это не Москрана бывшая. По-моему, что… Нет? Насколько я читал историю Тибета и Непала, они были в Кавру. Просто у Тибета очень такая насыщенная история. Они были отдельным королевством, были в составе других стран, были снова отдельным королевством. Насчет буддизма, вот именно то, что я наблюдал, индуистский храм в Катманду – один. А буддийских храм и ступов – ступ гораздо больше. И Непал, они же там позиционируют себя, как родина Будды, страна, где родился Будда. Это один из слоганов страны. Поэтому насчет индуизма, ну, не знаю. По моим наблюдениям, его там немного. Странно. Я тоже вот Википедию сейчас открыл. 80% населения Непала исповедуют индуизм. Я знаю, что там королевская династия индуистская, поэтому там и была, в смысле, пока не пришли маоисты. Но и поэтому у них там всяческие приставки были со Шри и прочим. Но население индуистское, насколько я понимаю. Интересно, потому что я наблюдал буддистские, буддистские, буддистские храмы. Индуистские мелкие алтари – больше индуистские, творовые алтари. А большие храмы – больше буддистские. Я не знаю, честно, с чем это связано. Ну, вот сейчас видишь, буддистский храм – один из центральных. Возможно, потому что буддизм и индуизм, они как-то очень тесно переплетаются и взаимосвязаны. Просто индуисты в свое время, буддистов, чуть-чуть полностью не перерезали, в смысле чуть не выгнали из Индии. А так, да, переплетаются. Но буддизм пошел из индуизма. Да, да, согласен. Нет, стоп, стоп, стоп. Современный индуизм, как говорится, посмотри Бушвакера стрим по этому, ролик по этому теме. Суть в том, что современный индуизм, он возник как противовес буддизму. То есть был вот ведический, как против ничего, определено просто обычное язычество. А когда появился буддизм, они решили как контраргумент создать какой-то свой моральный кодекс, там, правила, все прочее, структуру и современный индуизм. И поэтому они точно буддистов перерезали. И, насколько я помню, половина стоп в Индии, она построена уже англичанами, потому что пока там сидели либо индусы, либо мусульмане, они там буддистов-то придавливали. А вот уже при англичанах буддизм позволяет возвращаться. Да, в том числе и это Будда, там, где похоронен Будда, как-то пандита называется. Оно в 19 веке, на днишнем виде построено здание. Интересно, спасибо. А вот по поводу обрядов, то, что ты говоришь, что там кровь жертвенная на алтарях, я думала, что это чисто индуистское. Раз и в буддизме жертвенная кровь используется? Знатоки, кто знает, потому что я этого момента не знаю насчет жертвенной крови в буддизме. Просто для меня это вот ассоциативно, очень четко. Индуизм, да, у них там разные варианты возможны. Там все животное может быть. А вот буддизм, по-моему, он себя позиционирует как что-то сильно мирное, и поэтому вот очень странно вяжется с жертвенной кровью. Опять же, вот то, что я говорил, алтари дворовые, алтари в том же Катманду, они в основном индуистские, мелкие вот такие алтарчики, будочки, да, а большие храмы буддистские. И алтари именно в дворовых храмах, они вывозны кровью, они, да, они индуистские. Там, собственно, лингам шивы, тот самый. Блин, надо подробно копать эту тему. Смотри, просто если мелкие алтари индуистские, а крупные буддистские, соответственно, у нас получается, что местный народ поклоняется, ну, то есть там спокойно существует это все, но местный народ поклоняется индуистским богам. Услушивая. Услушивая. Ну, конкретно это направление, а как бы официально принятое, вот, возведенное на штандарт это буддизм, но как-то они вот мирно сосуществуют, что, по-моему, замечательно. Надо покопать эту тему глубже. Вот сейчас вы меня на интересной мысль в блокноре надо покопаться, потому что я рассказываю то, что я видел, но тогда в Непале я особо не гуглил по разным причинам, в том числе интернет, и там были свои нюансы, но я покопаюсь, спасибо. Вот насчет, кстати, насчет буддизма, это один из центральных храмов, это Манки Темпл, обезьянный храм, там холм на окраине Катманду, там огромный комплекс буддистский, но с элементами индуизма. Блин, вы вот меня сейчас навели на интересные мысли, нам нужно о них подумать. Почему он называется Манки Темпл? Потому что, потому что вот, потому что много-много диких обезьян. Очень много обезьян, к счастью, они там довольно мирные, потому что я бывал в местах, где они прям агрессивные, ты, это у тебя все, что плохо закреплено на теле или даже сумки, там довольно мирные. Вот, это буддийский храм, вот глаза Будды на ступе. В Непале какой-то очень интересный буддизм, чисто внешне. Он отличается от буддизма от тайского или мьянмарского. Вот по атрибутам, по архитектуре храмов, по каким-то символам он отличается. Но это явно буддизм. Самая большая, центральная красивая ступа. Да, на ней, конечно же, обезьяны, потому что везде обезьяны. но при этом буддистская ступа, буддистские алтари, буддистские барабанщики эти кармические, очень много местных эти барабанщики вид на город. Катманду огромный, невысокая застройка, высотки не строят, по понятной причине, потому что все есть маркетинность, поэтому Катманду растет вширь. Непальцы, кстати, чисто внешне отличаются от индийцев, но при этом опять же, кто знает, что это правильно, это ваджа, это ваджа оружие шивы, это то, из чего шива летает молнии, поэтому там это как-то да, интересно сочетается и переплетается. Катманду. Редкий, ясный день без смога. И тут же продаются аккумуляторы для фотиков, для камер и карты памяти, потому что, видимо, у многих заканчиваются во время нахождения там и спрос, наверное, большой, потому что очень много точек карты памяти и батарейки. Тут же сувенирка, естественно. Центральный темпл, там картины продают. Блин, так хотелось картин парочку купить, но опять же, это был первый год и путешествие планировалось еще минимум на пару лет, поэтому ну куда их. Потом мы покупали картины, Фрам покупала картины в разных странах, просто отправляли их через знакомых, которые прилетали к гостям, но это уже было потом. Большие комплексы, все, Будда, 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 но тут, 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 шивоистские символы. В Непале эта штука это колодец, там очень много источников, потому что горы и очень много колодцев, то есть квадратных вырытых прямо во дворах, потом покажу большие колодцы. Ну вот эти здания, это что-то с чем-то. это храмы. Дворцы местные, местные, знаете, это вот самый центр, вот, а вот эти вот алтарчики, эти мелкие, они как раз шивоистские, и вот как бы священная корова индуистская слева, но при этом храм вот этот, он буддийский, внутри храмчик. Местами вот эти все глаза, лица, еще и охры вымазанные, но очень-очень криповенькие. Да, а вот тут кажется Кали. Да, это Кали, богиня смерти. вот так в Непале носят. Продают хост-товары, тазики, швабры, веники. Мне нравится этот кадр. Да, Илья, я тебя вижу, я тебя включаю, да. А можно неполиткорректный вопрос, ты сказал, что ты как-то отличаешь индусов от непальцев на лицо, я смотрю фотографии, а в чем разница? Просто по-моему такие же пальцы с черными волосами в принципе и опиоиды, разница в чем? Непальцы ниже в среднем по росту, у них более квадратные лица, у индийцев более овальные и у них другой оттенок, другой загар. Знаешь, вот есть горный загар, который не коричневый, а такой сероватый, пепельный. Вот у Непальцев именно такой пепельный, сероватый цвет кожи. Под самый высокогорный загар. А вот это, вот это стрёмное место. Угадайте, что горит. Правильно, люди. Это главный храм в Шиваиске, главный храм Катманду. Вишну, Тишна, Ханта, Пурам, как-то он так называется, и там постоянно горят люди, там сжигают. Это главное место кремации в Непале. На хатах сжигают постоянно людей, не как в Аранасе. А вот это ряженое, то есть типа как индуистские вот эти святые отшельники, забыл снова, но там они чисто за дом фоткаются, нифига это не настоящие отшельники, туристическая замынуха. Все тот же храм, стрёмненький храм. Вот, я про вот эти облитые охрой изваяния, абсолютно прекрасные глазки из стеклашек. Эх, крепотца. Обезьяны собаки загнали мартышку на забор. Картина маслом. Кошек, кстати, вообще не видел. собаки и мартышки. Индуистский храм все тот же большой. Лингам. И там за ними целая галерея лингамы, лингамы, лингамы. Хуевая галерея, короче. вот типичный непарец и как по мне внешне они от индийцев отличаются. да, включил. Я бы так сказал, что они налицо чуть более монголоиды все-таки. Ага, ага, вот да, ты прав. Да. Разве я сглаз немножко другой, действительно, больше от Китая. Да, вот что-то такое, что-то среднее между узбеком, монголом, куда-то туда. Я думаю, что территориально же Средняя Азия ближе. Я, кстати, я не был на севере Индии, в Ришикеша, в том же, который столица йоги. На севере Индии индийцы же они тоже разные. То есть индийцы допустим из Тамилнада это типичный наш цыган такой черный-чемный с большими черными глазами, а Индийец откуда-нибудь из Раджастана он посветлее, потоньше, потоньше. Я так понимаю, индийец северный, он больше похож на тех, которые в Болливуде играют, да? Примерно. Вот тут тебе не скажу, я не спец по болливудским фильмам. Я имею в виду классическое индийское кино, как ты себе представляешь главного героя мужчину, главную героиню женщину. Вот это примерно более северное. Это центр. Раджастан, это Мумбаи, потому что столица Болливуда это Мумбаи. В Индийше есть не только Болливуд, там 5 или 7 больших киностудий, есть Болливуд, есть Оливуд, это штат Ариса, есть еще какие-то Вуды, там много киностудий, просто Болливуд он больше всего на слуху. Там есть не только Болливуд, там киноиндустрия в принципе очень большая. А это местные жрецы. Они более коренастые. И пальцы, вот не знаю почему, они более коренастые. Наверное, потому что горы, черт его. Ну и там же тоже есть отдельные племена. Вот это все шиваистские святилища. Вот трезубец, который символ Шивы считается. Ага, включили. А какая у них плотность? По твоим фотографиям получается, что там все храмы, 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 а в реальности сколько храмов по кварталу, условно говоря? Очень много. Их там реально много? Или просто ты фоткал в основном их? Я фоткал много, потому что смысл фоткать обычные дома, но храмов действительно очень много. Очень, 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 очень много. В Непале какая-то духовность, религиозность именно буддистско-индуистское чувствуется, пожалуй, больше всего. Да, Галерия? Это ничего, хотел просто схохмить, что вот тут начинают с фотки с трезубцем, можно начинать альтисторические теории насчет того, что украинцы это предки проиндоевропейских племен. да-да-да-да, это была в интернете. Фоточка фейсбуком ходила, что вот смотрите, смотрите, рисовали там Украину на индийский манер, хотя на самом деле просто трезубец шивы был, народ увидел трезубец и понес перемогу. Я просто скажу, что Непаль возник позже Украины в конце 18 века, так что не стоит в данном случае. Я просто ткнул, думая, что я еще активен, хотел там дополнить, ну ладно. Ну, Непал-то недавно возник, но шива-то возник давно, трезубец, видимо, был его символом достаточно давно, еще до состояния Непала. Как отдельное государство. Не то споришь. Все тот же. Темпл. А, насчет Нового года. Я писал когда-то большой длинный пост, что в нашем мире много разных летаисчислений. То есть у мусульман свое, у буддистов свое. Так вот, в Непале Новый год празднуется, по-моему, 4-5 раз, потому что свое летаисчисление у разных ветвей буддизма, свой Новый год у индуистов, поэтому в Непале Новых годов по-моему, 5, не буду врать, покажется, да. И мы вот на один из новых годов попали, счастливый 2075 год, при том, что в Таиланде в это время был 2065 год, то есть в Непале Будда достиг нирваны, наверное, на 10 лет раньше, чем в Таиланде. Такой вот интересный казус. Новогодняя ночь. тоже все как у людей, какие-то ребятки в клубах, поют какой-то рок-н-рольчик, частично на английском, частично на местном. Да. Да, довольно забавно, учитывая, что само возникновение буддизма датируется, кажется, пятым веком до нашей эры, и получается, что Будда достигал просветления с пятого по первый все вот это время. Долго к успеху шел, долго. Вот это вот гестхаус, где мы жили, местная семья и туристы, ребята, на сих пор общаемся, ребята из Чехии, тоже там были. А вот Калима, А вот это дом живой богини. В Непале живет богиня. Богиня, блин, как же. Я забыл имя, но, в общем, каждое энцитлет, астрологи, жрецы выбирают девочку из какой-то семьи, и она становится живым воплощением богини. Она живет в этом дворце, выходит на балкончик. К сожалению, я не увидел, потому что девочка текущая богиня, когда я был в Непале, она была маленькая, лет пять. А, Кумари. Вот, богиня Кумари. И она выходит к людям не всегда, а когда не спит, не плачет, настроение есть, в общем. и девочка перестает считаться богиней, угадайте, когда? Правильно, когда начинаются месячные. Когда у девочки начинаются месячные, она считается уже нечистой, и жрецы выбирают новую богиню. Но, когда я был, в 18-м году в Непале параллельно жили две богини, потому что у предыдущей Кумари из-за каких-то физиологических отклонений месячные не начались, ее сместили с поста по возрасту, но она все еще живет в Махатхапуре, это под Катманду, она уже в возрасте почтенном, но она номинально все еще считается богиней, но во дворце при этом живет молодая новая богиня. Очень интересный такой религиозный парадокс. Да. А у меня два замечания. Первое, казалось бы, при чем здесь Далай-Лама? Ага. Абсолютно та же схема, да. Я до этого думал, что ее монголы принесли в Тибет, оказывается, возможно, действительно, это местная какая-то вот так вот нафигня. А во-вторых, а куда они в нормальном режиме девают кумари старую, которые месячные пошли? Просто, так сказал, она уже не считается богиней, но она все еще живет, а если в обычном режиме она что, их не живет? просто становится обычной женщиной, к ней сохраняется какое-то уважение, почет, как к бывшей богине, но она просто живет не во дворце, она живет где-то в миру, звонок из семью и все такое. Вообще забавно, что с точки зрения современной медицины, вроде, если у девушки месячные не пошли, то получается это как бы не девочка, а как бы генетический мальчик, который в утробе трансформировался в девочку, в общем, это вроде такое заболевание считается. Интересно, знают ли это местные жрецы, что у них в голове, если им это сказать, что с ними случится? Не знаю, но, кстати, что в Индии, что в Непале очень нормальное отношение к трансам считается, что просто душа воплотилась не в том теле, в теле не того гендера, а так, ну, ничего такого, бывает. Это центральная площадь Дурбар, которая вот очень сильно пострадала из внутрисения, она очень красивая, но вот все в подпорках, кое-что в лесах, потому что тряхнула знатно. Это центральный дворец, храм, центральный комплекс, Дурбар-сквер и очень много голубей, очень много голубей. Ну, тоже вот все, как у людей. Да, на монголов похоже. Да, ты прав. Вот это типичное, это просто типичнейшие непальцы. Ага, вижу. Да. Да, про монголов и непальцев так чисто всплыло в голове факт. Ты смотрел видоизмененный углерод? Да, конечно. Вот актриса, которая играла сестру главного героя, на собственной скотинду. Ага, не знал. Прикольно. Теперь знаю, спасибо. Монах с айфоном такой, а, шо? Кто здесь? Молодежь тусит, там на ступеньках сидят, семочки лузгают, с энергетики пьют. Вот это местные хироманты. То есть по золоте ручку я тебе погадаю. Обвешенные просто всем, чем можно, всеми возможными амулетами, оберегами, гирляндами, благовониями. Все тот же дурбар. Ну вот в тенечке местные кинейджеры сидят, общаются. Но, как вы можете заметить, в основном мальчики. Потому что индуизм, женщины, женщины индуизм, в общем, женщина сидит дома твой день 8 марта. Кстати, насчет 8 марта в Непале празднуют советские праздники. То есть 1 мая, 9 мая, 8 марта все это у них и старственные праздники. Наверное, потому что маоисты маоисты. Да. Вот это более пострадавшее внутреннее здание и тут почти полностью на подпорках, а что-то полностью в лесах. Это считается один из старейших колодцев. Сейчас там воды нифига, потому что сухой сезон. Сезон дождей наполняется. Вот такие вот веселые изваяния. Кто-то кого-то ест или спасает, или спасает, чтобы есть. Я не знаю, слишком много тонкостей. Я пытался в этом вникнуть, нереально. Это в честь Нового года семья, в которой мы жили. нарисовала нам тилака, называется эта штука, точечка на лбу, и мы весь Новый год ходили с этими тилаками, прям как местные, в китайской футболочке, купленной на китайский Новый год в Таиланде. А ну вот последствия измельтесения до сих пор не ликвидированные. Я видел фотки Дурбара до 16-го года, до этого измельтесения, и, конечно, жалко, жалко. Ну и опять же, к вопросу о внешности непальцев, вот тетушка стоит, эпичная жительница Непала. Мне кажется, с жительницей и не спутать сложновато, хотя это по чертам лица. Ну и рост, коренастость более квадратная. Это просто улицы, просто, просто обычные улицы, где между современных домов стоят дома, которым несколько сотен лет. это я уже ехал в Бокхару, потому что мы ходим как по Турханапурной, он стартует с городка Бокхара, город на озере, самое турместо Непала. И вот там я впервые увидел их, вот это фишка Пакистана, вообще вот такие вот мега разукрашенные грузовички. В Непале они чуть менее разукрашенные, но тоже выглядят очень прикольно. Это не Пакистан, Тамгладеш, Непал, вот у них традиция фуры, грузовики раскрашивать, украшать там флагами, гирляндами, десятки зеркал, чтобы блестело у тела. Дороги, кстати, дороги капец, потому что горы и ты 200 километров едешь ну часов 14-15, потому что горные серпантины, периодически случаются обвалы, оползни, съехать на автобусе по Непалу очень весело. Если укачивает, то жопа тебе, стоит запасаться с таблетками укачивания, потому что укачивает нехило. Это цапли, это на озере Похара гнездовья желтых цапель. Их там очень много, вот они на бамбуке гнездятся. Какая же там вода, ребятки, стоит, потому что они там гнездятся, естественно, они там гадят, и вонь птичьего помета там ощущается, наверное, за километр, если ветер дует с озера. Но цапли красивые, да. Это озеро Покхара, центральное, самое большое озеро Непала. Лодочки сдаются в аренду, можно взять лодочку в прокат весла и грибы. Грибы отсюда. Ящерицы бегающие по кустам, почему бы и нет. вот это уже собственное начало трека вокруг Ханапурны и тут нужно немножко сделать греческое отступление. В Непале, как и в многих странах, в отличие от Украины, ты не можешь просто взять и пойти в горы. Тебе нужно получить разрешение, то есть ты сначала ешь специальное учреждение, инстанцию, заполняешь там анкеты, платишь взнос, получаешь паспорт походника с фотографией, со всем телефон, контакты, родственников, что ты, во-первых, если ты где-то в горах потеряешься, чтобы тебя искали, и во время прохождения этого трека вокруг Ханапурны там очень много чекпоинтов, удочек, где тебе ставят твой паспорт трекера, трекер, паспорт, печати, что ты вот прошел этот чекпоинт, и тебя записывают, опять же, сносит базу, чтобы, если что, знать между какими и каким чекпоинтом тебя искать, если ты где-то пронебешься там в горах. Насчет этого трека получилось интересно, но мы же честные, честные котики, честные туристы, мы решили, что мы весь трек идем мешком. Оставили большие рюкзаки в отеле, там можно оставить на хранение бесплатно, взяли трекинговые палки, очень, всякий советую, трекинговые палки очень облегчают поход по горам, чтобы постепенно набирать высоту, там каждый день не больше 500 метров, чтобы горняшки не случилось, весь трек, не пили кофе, это было страшно, да, никому не советую, не пили кофе, не ели мясо, опять же, чтобы кровь не загустевала, чтобы риск горной болезни схватить был меньше. А многие туристы, европейские, американские, делают как? Они большую часть трека тупо проезжают на джипе, они приезжают в начальный пункт, там садятся на джип и едут сразу на 3000. Вот, условно, с пикистами по саду моря, да, за полдня на 3000. Но я не буду говорить, да, как их потом эвакуируют оттуда вертолетами, носилками, потому что такой перепад высот за день для организма это не есть хорошо. И мы ходили трек сами. Почему я на этом акцентирую внимание? Потому что многие туристы, опять же, берут шерпов. Шерпы это такое племя непальское, это профессиональные носильщики, профессиональные горные носильщики, это ребята, которые тащат на себе весь твой скарб. Скарб этот может быть по размеру больше, чем сам шерпа, поэтому они на высоте там 2000 метров, 234, они в шлепках и курят. То есть у них организм настолько под это заточен, под горы, под высоты, что они там на расслабоне, он 50 кг на спине тащит, курит, шлепанцах по горам прыгает. А многие туристы, я их назвал фитнес-трекерами, наверное, завидую, они еще берут с собой шерпа для багажа и шерпа для фото. То есть по треку идет такая фитнес-мяшечка в лосинах, в топике, в солнечных очках, у нее там баф на шее, баф на лбу, баф на каждом запястье, вся обвешанная фитнес-баслетом и все такое. Теоретически становится в красивую позу. Я покорительница гор. И шерпы наемные ее со всех сторон в инсту фоткаются. Ага, вижу. Да. Просто про шлепки, это мне вспомнилось, как мы по Крыму бродили с ребятами. И один из компаний был чувак, который в Севастополе вырос и бродился, вырос, и он там облазил, ну не то, чтобы совсем все, я сначала накупала его в шлепках по горам. Ну там, то есть лайтовый совершенно походик, но все равно как бы сначала просто по месту все шлялись, потом влезли в дождь, ну так получилось. Смотрю, что у него шлепки чуть ли не вверх подошвы проворачивают, человек идет вот как-то как и надо. А сначала думал что-нибудь сказать, а потом понимаю, да блин, он так всю жизнь тут лазит. Нормально. местные, но мы тоже еще приключенцы, да, извини, по-извини. Вот так же, как мне ходить босиком, народ часто смотрит охреневает, ну скажем, по горам нет, но по горам я тоже хожу в очень тонкой подошве, ну как бы сравнительно, для меня вот это уже до хрена, на игре по лесу бегать в балетках, именно танцевальных балетках, народ смотрит, ааа, это же больно, ребят, я обулась, это аргумент. Каждый разбегается их может. Мы тоже матерящие отвращенцы, у нас было, это было, опять же, это был первый год, у нас было очень мало денег, я перед таким треком занимал у всех, кого мог, потому что опять ЗБ задерживает, опять не хватает, опять говно с деньгами, а пиздец, и мы пошли в трек в кроссовках обычных, беговых, в шароварах, то есть на высоте 5000 я просто надевал шаровары на шаровары сверху, и так шел, без перчаток, без нифига, то есть очень-очень-очень так по приключенческому, я бы сказал, но ничего, нормально прошли. Вот это нижние точки маршрута, это городок, слышали название, Бульбуре, вот, а трек, кстати, трек, некоторые особо извращенные походники идут с палатками, но это абсолютно не нужно, потому что там каждый километр-два поселочки, которые состоят больше, чем наполовину из лоджий, то есть из домиков для туристов, там, либо кода-то сдается походникам, либо этаж, либо весь дом, ночевка бесплатная, абсолютно бесплатная, но с одним условием, что ты ужинаешь и завтракаешь в этом же доме, вот ты платишь за ужин и за завтрак, а ночлег считается как включенки, и стоит это в целом четыре, чем дальше в горы, чем больше высота, тем выше ценник, естественно, но стоит это что-то там пять, десять баксов на двоих за ужин, завтрак и ночевку, да, естественно, чем выше в горы, тем суровее условия, и появляется доплата за интернет, доплата за горячую воду, то есть внизу горячая вода, она есть самоспоразумеющая, солнечные батареи, баки нагреваются выше трех тысяч, ты уже доплачиваешь за горячую воду, доплачиваешь за вайфай, там тоже один-два доллара, но доплачиваешь, а внизу все довольно лайтово, очень много из них мостов железных, длиннющие, над пропастями, идешь очень весело, красиво, речки, водопадики, это малая высота, то есть ты еще шагаешь, да, крем со защитой обязательно, потому что в горах, кто в Загорье был, знает, что в горах солнышко сжигает тебя нахрен, то есть может быть лед, снег, холодно, пикитысячник, но при этом озоновый слой тоньше, ты высоко и очень легко сгореть, и обязательно солнцезащитные очки, потому что сетчатку тоже солнце выжигает на высоте, а это электростанция Дамба китайская, очень много инфраструктуры там в Гималаях именно китайской, электростанции, гиролепостанции, они все китайские, это часть экономической экспансии Китая, заблудиться там невозможно, везде указатели, вот это вот красное, белое, там есть разные маршруты, то есть ты можешь идти по относительно ровной, скучной долине, но если тебе скучно, ты переходишь на другой маршрут и идешь уже по козьей тропе, горной там над пропастью, тропинка шириной полметра, ты по ней идешь, это гораздо веселее, ну и чуть более рискованно, ну вот выбираешь, можешь вот так по дорожке через села топать, в какой-то момент просто ловишь какую-то медитацию, палочки об землю, тук, 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 нога правая, нога левая, нога правая, нога правая, нога левая, у тебя такая ходячая медитация, ты идешь, у тебя разум очищается, горы, дорога, палки, надо будет снова пройти этот трек, горы, горы, потом в какой-то момент на горизонте появляются уже заснеженные вершины, понимаешь, что тебе вот туда, это фото, прям по маршруту, прям, прям, прямо и вверх, вот это маршрут уже чуть более экстремальный, надоело идти по низине по дороге, там скучно, джипы ездят, периодически пылюка, решили пойти по горам, виды просто нереальные, вижу, слышу, включаю, ага, да не, ничего, просто такая дорожка вот с этим, с этой деревянным заборчиком, с нависающим над ней, на ней горой, прям как в видеоигре, знаешь, про какой-нибудь Томбрайдер, такая красота, 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 красота нереальная, там тоже, вот, косточки пасутся, мы особо не сходили с маршрута, потому что у нас все-таки был лимит по времени, лимит по финансам, а там можно еще сходить, там в бок есть какие-то села аутентичные, где живут какие-то племена, которые в цивилизацию особо не выходят и живут за счет собирательства и туристов, ясное дело, мы туда не заходили, мы шли по основному маршруту, но он тоже очень крутой, водопады, выше в горы водопады уже на плане замерзшие, сосулек состоят, идешь, естественно, по длине реки, через горы, переходишь только в конце, через хребет, это по-нарому фоткал, идешь по дорожке, идешь, идешь, две недели, идешь, идешь, без интернета, без связи, где-то в среднем 20-25 километров в день мы делали, но это рекомендуемая нагрузка для непрофессионального альпиниста, мостики переходишь, можно там в речке ножки помочить, в речке ледяные, естественно, потому что горные, это сторожки местных пастухов, они там не живут, а просто когда выпасают коз, а позже яков, они в этих сторожках там сидят, от солнца прячутся, чай пьют, курят, 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 в Непале очень много курят, козел горный. Козы горные тоже такие прикольные, они лазят по почти вертикальной поверхности, с камня на камень прыгают, копытами за скалы цепляются, наблюдать за этим очень интересно. Природа. Это граница районов. Вы переходите из одного района в другой район. Монанг это самый крупный населенный пункт, вы входите в район Монанга, в район Монанга. Вот такие вот краеводы традиционного рота в город, такие вот тропинки, живность всякая. Поселок кажется довольно бедненьким, но тем не менее. Спутниковые тарелочки, на крышах обязательно солнечные батареи, а еще там есть яблочные сады, что меня удивило, на высокогорье довольно много, и пшеничные поля, то есть там люди валами и яхами распахивают, просто распахивают супер каменистые почвы и сажают пшеницу. Непальцы в этом плане очень трудолюбивые аграрии, и они вот в этом каменистом ландшафте в Китае за что-то выращивать, в основном пшеницу. Вот это уже на горизонте появляются снежные горы, это уже по-моему под трешечку высота. Обязательно буддистские барабанщики, то есть ты прошел, карму почистил и сфоткался, конечно же. Фотка с барабанщиком. Вижу. Включаю. А вот эти флаги везде развешены, это специфическое что? Непальское, буддийское? Там мантры. Это буддийские мантры. Это четыре священных цвета буддизма, белый, красный, зеленый, синий, и на каждом флаге написаны мантры, то бишь молитвы. А там еще желтый вроде есть. Тогда их пять? Тогда пять, тогда я оговорился. Сорян, да, хорошо, что заметил. Но они все, а там зануда мод он. Нормально. Дорожки, дорожки, водопады. Очень интересно меняется природа. Внизу плюс-минус субтропики, все-таки Непал, это не тропики, а в их уже тундра, уже древья пониже, растительность пожиже, то есть чем выше поднимаешься, тем меньше деревьев, больше травы и кустов, сел передохнуть и сделать пафосное фото инстаграм, конечно же, куда же без этого. Поля. Очень толстые кони, жирненькие, нагуляные, наверное. Ну вот, панорама одного из городков. Мы как вообще делали, сейчас, Илья, я вижу, мы вот ночевали, завтракали, выходили, где-то после полудня делали остановку на полчасика, часик обедали, и потом уже ужин, ночевка в следующем пункте. пунктах. Да. А вот эти палки, они насколько реально помогают при горном переходе? То есть, реально разгружаются, да, легче с ними идти? Да, я до этого никогда не ходил с палками, тут хозяин гестхаусе посоветовал, возьмите, они там стоили что-то три бакса за две недели прокат, взяли, почему бы и нет, и я заценил. Они очень сильно разгружают, нагрузку ноги снижают, упор, лучше, если какая-то пересеченная местность, то у тебя дополнительная точка опоры, а на ледниках, на ледниках они вообще незаменимы. А не было страха раздолбать на леднике арендованную палку и платить потом штраф? Знаешь, они там такие видавшие виды, нет, я об этом как-то не задумывался. Они там не то, что новенькие были эти палки, а 666 километр какой-то дороги, Дорога, 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 дорога и медитация повыше, в основном леса становятся хвойными запахи, о, какие там запах, вот там же больших городов нету, машина особо не ездит, запахи хвойного леса и треск цикады, вот как в аниме цикады, так и там очень много цикад в горах, вот ты идешь, оно все трещит, хвой пахнет, горы, ага, камушки с какими-то, но это индийский алфавит, это индуистские символы, что-то священное индуистское, а это буддийское ступо, этот островный пункт запомнился тем, что это последний пункт, где был Western Union, мы немножко доснимали денег в пути, это последний поселок, который был Western Union, но без проблем, перевод получили, по паспорту, все, новичку выдали, пошли дальше, да, рассчитаться картой в 2018 году на маршруте можно было только в начале и в конце уже после перевала в некоторых пунктах можно было атак cash only и ты платишь, если ты ночуешь, ты платишь за ужин, за завтрак и за все про все уже при выселении. С этим связана одна интересная история, чуть позже ее расскажу. Мосты эти такие прикольные, они еще шатаются, пружинят. А вот автоматически значит гидромантра читатель. Буддийский барабанщик с мантрами водичка течет, барабанщик крутится, карма мутится. Я не знаю, правда, кому эта карма считается, наверное, тому, кто барабанщик установил, скорее всего. Автоматическое списание грехов за счет энергии воды. Вот тоже кородок побольше. Да, в каждом пункте можно купить, если ты вот идешь и понимаешь, что тебе что-то не хватает, что-то порвалось, там износилось, поломалось, ты в каждом пункте можешь докупить. В аренду взять только в похо или в Катманду, потому что как ты возьмешь здесь в аренду, если ты идешь по прямой. Но докупить, допустим, шарф или свитер, шапку, кутку, ботинки можно в каждом пункте. За, кстати, очень небольшие деньги, но, понятное дело, чем выше в горы, тем выше ценник. Потому что появляются снежные пики, уже водопадники частично заледневшие. А за забором поля, за забором возделанные поля, вот это вот, это вот отельный комплекс, это уже 3500 высота, и там такой роскошный деревянный отель с баней, там внутри головы буйволов, ковры, домоткады, лакшери комплекс. Мы там не ночевали, мы там просто обедали, но изнутри он такой лакшери-лакшери. Господь Будда родился в Непале. Надпись на горе, а горы врать не будут. Вот, это уже под четверочку, это уже лесов почти нет, скалы очень суровые, лысые. Тут чай обычно продаются, но мы шли в конце сезона, поэтому чай не продавали. Трощицы тоже все полностью обешенные флажками, столики, пирамидки из камней тоже священные духом леса. Это указатели не чтобы запутать, а указатели на разные маршруты. Это нижний писанк, а там есть еще верхний писанк. Два поселка, один просто выше по горе, один ниже. Вот, это писанк, совершенно волшебное место. Мы ночевали в нижнем писанке, поднимались с верхней, и вот вечер уже смеркается, поднимаешься в горы, храм, людей нет вообще, ты заходишь в храм, такой большой, гулкий храм, и там одинокий монах шепотом, акустика, хорошая эха, читает мантры перед статуей Будды, и это все на высоте по 4000 метров, людей вокруг почти нет. Я не снимал, не фоткал, но атмосфера совершенно невероятная. Вот как трейлер к фирму 2012, когда высоко на горе монах бьет в гонг в генолаях. Что-то похожее на эти кадры. Я пофоткал просто вокруг монастыря, внутри не фотографировал, не мешал человеку молиться. Это последний предпоследний оплод цивилизации перед перевалом там уже холодно, ощутимо холодно в домах уже буржуйки, то есть ты вечером сидишь у буржуйки, а и на этих буржуйках пекут яблочные пироги. Фишка горного Непала это яблочный пирог, вот тот самый американский Apple Pie, гусары молчат. И там делают офигенно вкусные яблочные пироги на всем маршруте. Яблочные пироги это что-то с чем-то. Тут видно уже, что высокогорья как раз так поменьше. Верхний писанк он вообще дофига древний. Он дофига древний и там уже мало кто живет, потому что в основном все варят в цивилизацию. Все еще. Все еще писанк. Так, и у меня перестали листаться фотографии после какого-то количества. Наверное, это знак. Я пойду сейчас обновлю уголечек на кальяне. Через минутку вернусь. застал ваше. Три какого-то губернац когда я . Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я отходил, я же говорил, у меня перестали листаться фотографии, после какого-то количества их дальше не листают, нужно заново открывать окно, и я отходил уголёк поставить на колея. Я сегодня, кстати, купил табак, табак называется Мольфар, фирма Мольфар, петрым ячезняного воробника, безникотиновый табак, прикольный очень. Я отходил названием Мольфар, выкуришь и будешь видеть будущее, прошлое и так далее. А вот это мы узнаем спустя пару часов. Так, сейчас, где-где-где-где-где... А, вот, вон, а где-где-где... Продолжаем, продолжать... Вот, писанка, писанка, бабушка местная стоит, очень колоритная. Нет, она не фактычет. Или фактычет, я не знаю. Хотель. Вай-фай бесплатно. А, да, и за зарядку тоже доплачиваешь, то есть за пользование розеткой. Кое-где фри, но в основном не фри. Охренительное место, это все, что могу сказать о Верхнем Писанге, это просто охренительное место в горах. Уже почти без стерилизации. Мы довольно рано туда пришли, но между Писангом и следующим пунктом было уже километров пять, наверное. Мы решили там остаться на ночь и много шарились по окрестностям, по всяким храмам. Храм. Снова храм. Вот, и выход, выход дальше. После Писанга начинаются уже такие высокогорные пустоши. Деревьев нет. Степь. Высокогорные озера подзамерзшие. Это уже высокогорные, высокогорье. На тему идолов, которые вымазаны. Нет, это просто красные губы показалось. Сорян. Сорян. Вот тут уже больше людей, потому что дальше этого пункта джипы ездят меньше, чем раньше. А вот они, вот они, вот они, шерпы. Местные носильщики. Тут не в шлепках. В шлепках потом я сфоткал. Вот это они тащат вещи туристов. Здесь где-нибудь впереди бежит девочка в лосинах. И вот за ней шерпы. А, ну вот в шлепках, пожалуйста. И шерпы тащат косметичку. Тут уже начинается самая-самая горная красота. А гора включил. Мне вот интересно, зачем все это тащить с собой в горы? Они типа едут из пункта А в пункт Б, а потом пункт Б покидают как страну именно в пункте Б покидают или как? То есть они не возвращаются? Не знаю. Вот тут я им не отвечу, потому что не спрашивал. Мы шли потом уже выше. Компании с ребятками, с поляками, которые тоже сами шли на легке. А люди, которые с шерпами, я не особо пересекался. Но они отдельно чуют. И шерпа, он не только тащит вещи. Он начинает договариваться по ночлег. То есть в сезон ночлег, может быть, места могут быть забиты. Поэтому шерпа звонит заранее по телефону в отель своего брата Свата Кума. Там забивает местечко для тебя или твоей группы. То есть он занимается всеми-всеми-всеми оргмоментами абсолютно. Ты просто идешь, наслаждаешься природой. За тебя тащат вещи. Тебя фоткают. За тебя договариваются по жилью. Это еще и гид такой своеобразный получается. Какие-то надписи на каком-то из языков Индии. Высокогорные далины, высокогорные озера и полное высокогорье. Шива. Трезубцем. Какой-то немножко монголоидный Шива. На мой взгляд. Все, полагается, трезубец. На нем черепа, головы всяких якши, демонов. Очень грозный горный Шива. А это одна из фишек Непала, джинджер лемон хани называется. То есть чай с медом, имбирем, лимоном и на местных травах. Если вот есть там подстыл, в горах это бывает, или просто чувствуешь, не очень это. Это великая вещь, эти кровяные настои на меду и имбире. Они спасали. То есть даже когда мы не брали еду, Кристина привезла, даже когда просто останавливались там, передохнуть, посидеть, обязательно всегда брали джинджер лемон хани. Снаряжает имбирно-медовый напиточек. Тоже высоко. Да, чем выше, тем мрачнее, потому что иногда ты просто оказываешься в туче, поднимаешься столько высоко, что ты внутри тучи идешь. Не самое приятное ощущение. Обычно это очень мерзко, это очень влажно, липкий влажный туман. Это Хайлейк. Там есть точка Монанг. Это последний пункт цивилизации. Это последнее место, откуда тебя могут эвакуировать вертолетом, если что. Выше тебя не эвакуируют. Это довольно большой поселочек, и там советуют проводить два дня. То есть ты ночуешь, следующий день ты поднимаешься на километр вверх на озеро, там гуляешь пару часов, спускаешься обратно на километр вниз, чтобы организм привык. И уже на следующий день после этого уже идешь выше. То есть там большой набор высоты за небольшое расстояние, и организму стоит привыкнуть. Поэтому ты пару дней проводишь, привыкаешь, поднимаешься, спускаешься, ходишь по горам, потом уже прешься дальше. И в Монанге меня что удивило, там были какие-то туристы, которые бухали, пили пиво, жрали стейки. Но потом, через два дня, я видел, как их уносили. Прям за ручки, за ножки уносили с перевала с горной болезнью. Поэтому в горах не хрен бухать и жрать мясо. Жрать мясо это опционально, но бухать точно не стоит. Последний, последняя флот цивилизации. Это последний пункт, до которого доезжают джипы, дальше уже только пешком. Если ты можешь сразу из низины доехать до Монанга, до 4000 метров на уровне моря, но если ты это сразу доедешь, то твой организм скажет тебе, чувак, дальше без меня. Типа пейзажа, кстати, вокруг Монанга, Хайлэйк, все мне почему-то напомнили Шотландию. Если я представляю Шотландию, северную горную, долины, валуны, покрытые мхом. А это уже пяти-шеститысячники. Такие панорамки. Больше панорамок, много панорамок. Вот уже никаких деревьев, только очень низкие кустарники и валуны. Там ледник шел, видно, что долина вырезана ледником, и ледник после себя оставлял валуны разного размера. Сейчас ты поднимаешься с четырех на пять. Да, это вот первый момент, это первое место в моей жизни, где я понял ценность такой простой штуки, как дыхание. Когда для того, чтобы дышать, тебе нужно прилагать усилия, это поначалу немножко стрёмно. То есть уже разреженный воздух, не настолько, не как на Эвересте, не настолько, что тебе нужен был кислород. Дополнительно настроен довольно разреженный, поэтому нужно идти очень размеренно и медленно. Если ты запыхаешься, набег сорвешься, дыхание у тебя собьется, то я восстанавливал дыхалку полчаса-час. Ты просто не можешь надышаться, ты не можешь надышаться. Хватаешь воздух, а кислорода мало, и у тебя одышка такая полчасовая. Жутенькие ощущения, поначалу было жутко. Это последние два дня так идешь, но потом прилагаешь. Совсем-совсем с актегорией. Мухи или шайники, или шайники и мухи. Очень люблю этот кадр. Он прям символизирует эту часть пути. Вот. High Lake. Это сухой сезон. Сезон дождей, оно более полноводное. Но так, по-моему, тоже очень даже ничего. Очень даже ничего. Фото по направлению движения дальше. К перевалу. Обереги. Простые деревенские обереги. Вот отсюда уже сложнее дышать, сложно дышать. По этой долине ты там уже чешешь. Это. Тоже, кстати, это в сезон. Здесь продают. Там чай наливают. Но вышли опять же под конец сезона, поэтому многие такие точки были закрыты. И людей было мало. Все, уже никаких широких дорог. Уже без вариантов. Ты идешь чисто по тропинке. И. Черепа эти на каждом углу. Это яки. Я почему-то думал, что як это что-то такое большое. Оказывается, довольно маленькая фигня. Наверное, с козу размером, только гораздо более пушистая. Возможно, яки бывают разных тоже видов-подвидов. Большие яки. Это, наверное, мелкие горные яки. Не за обок. Там прикольные такие. Пушистенькие, шерстистенькие. Там еще эти. Эти, эти, эти. Лани. Лани горные бегают, прыгают. Но они настолько быстрые, что я просто не успел, кажется, пофоткать. Это уже портледний пункт перед главным испытанием, так сказать, перед перевалом Тронгла. Дичь полнейшая. Холодно, капец. Мы шли со спальниками, под двумя спальниками, в термухе, не разбиваясь, в термобелье. Да, подшиваем еще была термуха. В куртках, в шапках, во всем, во всем. Потому что каменные дома, отопления там уже нет. Даже буржуек. Буржуек обычно одна на один центральный большой дом. Там очень холодно. И яки. А якам, наверное, не холодно. Этим якам я там немножко завидовал. Видео. Видео. Уже речки, водопады полностью. Посреди яши. Потому что, во-первых, высокоострых холодно. Эх, место перед последним подъемом. И вот так я ходил, да. Маньяк-диночка. Тайские шаровары, под шароварами термуха. Какие-то копеечные кроссы, кажется, в Казахстане купленные. И ветровочка наша, львовская. Компания White Sand. Очень рекомендую. До сих пор в ней хожу. Жила больше, чем многие за всю жизнь. Ну и гордая, конечно, желто-блокетная стричка на груди. Потому что могу, черт возьми. Многие принимали, кстати, желто-блокетную стричку. Думали, что в Швейцарии, по-моему, да, у них желтый крест на синем поле. Серьезно, в Швейцарии? Ну, у кого из Европы желтый крест на синем поле? Швеция. Ну, просто про Украину очень мало кто знает. Особенно в тех краях. Я хотел сказать, что это, почему я. Ходите аккуратно, бывают оползли. Ступайте тихо. Ну, естественно, там громко говорить не стоит. Чихать не стоит. И еще нужно потише, потише. Потому что лавины там явление очень часто. Часто сель сходит. Это хайкэм. Хайкэм – это самая-самая-самая суровая точка. Это верхняя точка маршрута. Это просто каменные бараки, где ты доплачиваешь за все. Ты доплачиваешь за дополнительное одеяло. Доплачиваешь за матрас. Доплачиваешь за горячий чай. У нас в тот момент уже денег было на одно одеяло и одну тюрьку чая на двоих. Там отопления нет. То есть там большой зал, в нем буржуйка, и все в нем тусят, ждут. Потому что на перевал нужно выдвигаться до рассвета. На перевал ты выдвигаешься ночью, потому что с рассветом перепад температур. И что бывает в горах, когда перепад температур с ночной, с дневной ветер? И тебя с ледника с шансами может просто сдуть в пропасть к чертям. Реально. Поэтому выходишь до рассвета, чтобы по темноте пройти ледник, чтобы тебя там не сдуло. Я ночью не фоткал. Понятно, фотик не тот. Это уже на рассвете. Руки дубели, потому что я был без перчаток. Телефон вздыхал, потому что холод он не любит. А на зарядку денег не хватило перед этим. Но кое-что на перевале я пофоткал. Ну, а вот так ходят туристы с шерпами. Я ни о чем не жалею. Это был клевый опыт, но больше в шароварах, беговых кроссах и без перчаток я на перевал на 5600, пожалуй, не попрусь. Наверное, буду все-таки чуть лучше утепляться и брать с собой больше денег. Это вот уже 5600, когда ты ползешь, ты ползешь просто шаг за шагом, ты делаешь вдох за вдохом, и при этом ты каждый вдох ты обдумываешь, ты думаешь вдох-выдох. Потому что легкие рефлекторные уже не работают. Тебе нужно мозгами контролировать дыхание, иначе ты не сможешь дышать просто. И вот она, вот она просто кумбинационный момент, высшая точка, где все фоткаются в инсту, приют горячий чай, и обнимаются, и радуются. Перевал Тарлгла. Да. Алюминиевая похуденная кружечка с чаем. Но мы, конечно, порадовались, потому что перевал, вот он, перевал пройден, высшая точка. Но мы не ушли от того. За перевалом начинается спуск. А резкий спуск на полдня ты спускаешься сразу с 5-600, ты опускаешься, кажется, до 4-х. То есть ты полтора километра сразу делаешь вниз, без населенных пунктов, вот под такой вот козьей тропе. То есть у меня было желание сделать ЭГГ и просто скатиться, знаете, когда земля под тобой осыпается, и ты по ней, когда в ней скатываешься. Но Франа не оценила, она боится гор. В целом она большой молодец, потому что ей было очень сложно, очень боялась, но так и прошла. Я-то горный козел, да, я горы обожаю. Был бы сам, я бы, наверное, в припрыжку по склону так и скатился. Но так как я был не сам, мы шли как культурные люди по тропинке. И вот этот спуск, это все спуск. И вот все, что вы видите на фото, это все спуск. Если тебе просто, с того, как ты переходишь в перевал, тебе нужно следующего основного пункта спуститься. И это квест, наверное, еще похлеще, чем подъем. Потому что на спуске ноги, нагрузка на ноги больше, нагрузка на колени на спуске больше. Это Мухтинах. Первый пункт после перевала, пункт, в котором мы просто три дня отвисали. Вот. И сейчас будет вот Мухтинах. Да. Вижу, включаю. Ага. Наташики, слушаю? Или не слушаю? Ты ко мне. Привет. Да, привет. Еще раз повтори, пожалуйста, вопрос. Ну, ты просто микрофончик включала? А, да, серьезно, извиняюсь, я случайно. Понял, ничего страшного. и в этом Мухтинахке мы туда пришли уже без денег, абсолютно, но это большой серьезный пункт, там есть банки и банкоматы. И мы-то спустились такие, сейчас денежек снимем, ЭГГ, отдохнем. Один момент, майские, это как раз оказались майские праздники, и банки не работают. И я такой, бля, что делать? Ну, благо, там, оплата в Кисхаусе по выселению в том числе за еду, то есть я, мы проходим, думаем, думаем, что делать, потому что, бля, пиздец, думаю, идти в следующий город, который там в 10 км вниз по дороге, думаю, идти пешком на банкомат, и тут я вижу автобус, который отправляется вот в этот город, где есть банкомат. Я запрыгиваю на подножку, кричу, фрам, оставайся здесь, я вернусь. У меня последние 5 рупий в кармане, как раз цена этого автобуса. Я за эти 5 рупий приезжаю до Джомсова, до следующего городка, подхожу к банкомату, а он не работает. Там единственный банкомат на деревне, на себе, и он не работает. Благо, там были ремонтники, они как раз при мне его отремонтировали, то есть я снял деньги, перекусил, нормально уже вернулся в Мухкенак. Мы там 3 дня повесели, отдохнули, но кулстори получилась забавная. Я уже думал идти ни с чем пешком. Благо, были варианты, да, там был Вестерн-Юнион, можно было при определенной доле заморачивания. Выкрутиться можно из любой ситуации всегда. но история с банкоматом вышла забавная. Можно пояснить, что значит майские праздники в Непале? 1 мая, что ли? Просто это в Украине были банки, не работали, поэтому нельзя было. Ты, наверное, пропустил в Непале праздновать праздники соцлагеря. 1 мая, 8 марта, день рождения Ленина, у них государственные праздники, когда ничего не работает. А, все-таки понятно, 1 мая имеет в виду, ясно, хорошо. Да, да, они празднуют, у них до 5 выходные. Весело. Интересно, демонстрации ли они там не ходят? Не видел. Вот чего не видел, того не видел. Но майские, да. И в этом, кстати, в Мопкинакхе я составил еще один праздник, который по лунному календарю. День рождения Будды, кажется, это по празднованию это буддийский аналог нашего крещения, когда местные купаются в храмовых бассейнах. Чуть позже будут фотографии. И Мопкинак, вот этот городок, это считается дохилища священное место просто. Самый светлый город на всей Гималайи. Я шучу, но один из, один из, я не помню термин, есть в буддизме, в непальском буддизме есть некий аналог хаджа священного маршрута мусульман. И вот Мопкинакх это финальная точка буддийского хаджа. И на день рождения Будды туда приходит куча паломников именно омываться фрамов в бассейнах корму очищать. Да, внезапно, ну да. Не спрашивайте, не знаю. Я тоже очень, 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 очень удивился. Ну вот, прекрасный, прекраснейший Мопкинакх. Особенно после того, как там три дня повисел, пожрал. Да, в Мопкинакхе все уже отрываются, то есть перевал пройден, все уже там тусят, бухают, общаются, обмениваются контактами, вешают флаги. Собственно, на фоне флага я и сфоткался с Мопкинакх. Это такое место, где ей прошли. Вот купание в священных бассейнах. Еще раз четыре тысячи метров холодно, но на крещение у нас это мало кого останавливает, но, собственно, там тоже. Да, после Мопкинакха маршрут продолжается. Можно сделать кольцо, вернуться в Покхару. Можно пройти еще десять дней и вернуться, но у нас не было времени и ресурсов, поэтому мы в следующем городе уже середина автобуса и поехали в Покхару. А так, полный круг Анапурно Серкл, он на 20-25-30 дней в месяц. Когда-нибудь я очень хочу пройти его полностью. вид с террасы этого храма. За горами, за перевалом ты переходишь в перевал и климат меняется. Там еще была зелень такая-никакая, тут уже такая ранняя весна. А вот в Мопкинакхе снова появляются вертолетные площадки, если ты очень хочешь улететь или очень нужно улететь, там кажется тысяча долларов или полторы тысячи долларов и тебя в Катманду везут вертолетиком. Суровые горные брунды. Прекрасный дофига священный Мопкинакх. Сауна. Вот. Горячий душ, божечка, это был первый горячий душ за неделю. Сауну я не брал, но горячий душ. И первый выход в интернет за две недели. Да, кстати, действительно, говорят по-украински, там различают. Различали еще в то время, различали Россию и Украину. Если ты из Украины, с тобой сполковалась обыточную украинскую мову, потому что в бывшем Союзе многие альпинисты, это альпинистский край, очень много альпинистов было именно из Украины, и которые говорили не на русском, а украинскую мову. Поэтому там украинские знают хорошо и общаются на нем тоже довольно неплохо, меня это приятно удивило. Там многие традиции альпинистские походные сложились в Союзе, потому что во времена СССР туда чуть ли не от партии отправляли в эти места, поэтому там о наших краях наслышаны. Они все еще не знают, где Украина на карте, но знают, что Россия и Украина are not the same. Это уже по ту сторону, по ту сторону ты уже спускаешься вниз, ты уже высоту снижаешь и не набираешь, но я скажу, что в чем-то это сложнее. Когда ты на спуск постоянно идешь, у тебя очень сильно страдают колени. на подъем нагрузка в основном идет на коленостоп и на икры, а на спуск в основном на колени вижу, включаю. Да. Тогда это зависит от того, как далеко ты идешь, но вот у меня получалось, что на подъем нагрузка, ну, стандартно мышцы обычно, а на спуск я просто компенсирую мышцами нагрузку на колени и у меня пиздец мышцы устают. Но, правда, на неприятное состояние. Насчет колен я, кстати, это вычитал Мураками, потому что Мураками он не только писатель, он еще и профессиональный марафонец. Бегун там бегал супермарафон и даже знаменитый Iron Man бегал супер-супер марафон. И у него есть книжка «О чем я думаю во время бега» называется. И он там очень хорошо описывает, в том числе физиологию процессов, когда ты бегаешь, в том числе по горам. И он там пишет именно про колени. А вот это поселочек, это врата в королевство Мустанг. В Гималаях есть полуавтономная, очень закрытая территория, называется королевство Мустанг. Это между Тибетом и Непалом. Там ограничения на вход, там то ли тысячи неместных в год, то ли 10 тысяч неместных в год. Опять же, мы не заходили, потому что нужно было делать крюк неслабый, и нужно было отдельное разрешение получать, потому что это тоже территория частично под китайской оккупацией. Но туда можно пройти, и там, говорят, вообще пятый век. Начинаются автомобильные дорожки потихоньку. А в этом поселении прикольная кафешка. Як Дональдс. Да, и действительно принимают карту, кстати. Социализация начинается. А я видел ребят, я встречал уже на спуске ребят, которые перевал преодолели на велосипедах. То есть, они ехали на плуно-серкл на велах. Я не знаю, как, как они ледник проходили на велах яхозы. Это очень круто. На горных велах, естественно, в полной снаряге. Но все равно это мега круто. Это чертова аэродинамическая труба. Это вот уже в последний пункт на нашем маршруте. Ты идешь по полупересохшему руслу реки. Постоянный ветер с 5-6. Все это время тебе в морду ледяной ветер дует. Это звездец. Мостики тоже. Мостиков очень много. Я наблюдал прекрасную картинку. Едет школьный автобус, останавливается возле мостика, выпрыгиваем метки, там младшая школа, мостик над пропастью, над рекой, над какими-то гребенями. Весело бегом держась за поручь и перебегают и скрываются где-то в горах. Наверное, там у них родное село. Вот это русло реки. Опять же, напоминаю, это сухой сезон. Я думаю, сезон дождей более полноводный. Какой же там ветер. Все, это уже обратно похоро. собственно, весь мой трек нахухонапорной. 14-15 дней. И с последнего пункта уже автобусиком ехали так прикольно. Там над дорогой местами висят провода. Провода висят довольно низко, поэтому на крыше автобуса сидит специальный чувак с рогатиной. Когда автобус подъезжает, рогатиной подцепляет провода, поднимает их и через автобус проезжает, он через автобус эти провода перекидывает и автобус едет дальше. Там на второй части маршрута, кстати, уже после перевала есть места с горячими источниками. Там тоже есть интересные места. Интересно, почему я хочу пройти этот маршрут полностью в обозримом будущем, потому что там еще есть интересные места, уникальные точки. А это в Покхаре одно из развлечений полетать как это правильно называется, параплан, наверное, короче, на парашютике полетать вот таком над озером. Стоило совершенно смешные деньги, 50 баксов за двоих, но для такой развлекухи по европейским меркам, я вам скажу, это даром. Поэтому мы решили, почему бы и да. фотосет на озере. Я задолбался грести, как бы говорит это фото. Нам нужно сделать пафосную рожу для инсты. На самом деле, я устал, но в инстаграм нужно пафосное фото. Это уже просто просто отельчики. Снова Катманду, дворики Катманду, в Катманду, мы просто потом еще получали визу собственно в маму Индию. И это был тот еще квест, потому что индийская виза это анкета на 5 страниц. Снова снова мы вернулись в прекрасный город Катманду. И вы пока посмотрите провода, а я заберу уголючек, поставлю на кальян и вернусь. Спасибо. субтитры Итак, я снова нет, еще не с вами, я снова с вами. Итак, возвращаемся к УРА. Это я уже после Перевала восстанавливался, после трека морально и финансово работал и висел как на одну неделю. Нашел там пару любимых мест, там очень офигенная выпечка. У меня там была любимая точка, где на всю выпечку после 7 вечера была скидка 80%. Я вот ждал этих 8 вечера, что я просто обожаю сладкую с дому. Под меня не скажешь, да, я знаю. Но я ждал 7-8 вечера. Кажется, 7. Ходил в этот магазинчик, нагребал там пару сумок рогаликов с помидлом с этих. Ну, тебе, конечно, не скажешь, но я думаю, что после трека по Анапурне не грех как бы поесть нормально. Нормально. А ты что, я там отменялся. Да, и кофе, кофе. Я две недели без кофе. Вот это уже, это я уже гулял, просто уже осмелел, да, гулял по всему городу. Вот так выглядит, как на Думу. Не на туристических улицах и не в центре. Да. Да. Габанду, не на туристических улицах, это Барабашова до некоторых трансформаций. Официально, да. Вот, вот реально, знаешь, там сверху, да, дома, они же, ну, привет, Барабашка, 10 лет назад. Ну, лет 15 назад, я бы сказал, но да, там, члены здесь, как вон, ну, это по сместительству рынок. Везде чем-то торгуют. В основном тканями. Непал славится своими тканями. Тканями и текстилем. Ну, и из шерсти я посягаю. Снова вот эти вот прекрасные дома, храмы, я, я, я не мог их не фоткачать. Совершенно волшебные. Пожалуй, как внутренне взяло. Снаружи тоже круто. Пиздец, что-то продают. Храмовые цветы, бананы, орехи. Там жиночка что-то шьет, возможно, тоже на продажу. Вот, алтари, облитые чем-то. А, кстати, еще очень много, вообще по всей Азии, очень много тату-салонов, потому что европейских школьников считается круто поехать на каникулы в Азии и добить себе в Азии эту тату-шку. Ну, цены, цены, вот я на баре хотел забиться, что-то самаренькую тату-шечку купил за браслет в Трайбл на руке. Да, 200 баксов мне хотели. Я сказал, да вы охренели. Ценник завышенный нереально за счет туристического спроса повышенного. 200 баксов это как бы дофига. А, вот, вот этот электронепобиваемый шланг, который голыми ручками распутывает провода. Наверное, и мунка. А, еще очень много, кстати, украшений из золота и серебра. Там, наверное, месторождение. Золота меньше, серебра очень много. Типичный Катман-Дуалтарь. Жиночка продает зелень и арбузы. Торгуют везде, а кто чем может сюда? А, увеличиваем, а тут есть крупнее. Такие вот домишки явно не до разваливания землетрясениям. А, ну и маски, 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 маски. Тоже везде подают маски. Такая красота. Вот этот двор. Просто рядовой двор. Зашел во двор и подпекал на стуку. Очень люблю это фото. Я, по-моему, показываю ее в прошлый раз. Трейлер. Дворик. Дома разных эпох. И Тинейджеры сидят, что-то слушают, смартфоны втыкают. Люблю такие кадры. Тоже вход в двор. А это я новое шароваро выпил. Ходил, потом неделю напевал песню про надзижат. И в начале числа... Пощупай меня, я мягенький. Щупал, реально мягенький. Я хотел родителям купить свитер из Кашмира, но узнал ценник и стоимость пересылки и передумал. В следующий раз. Белка. Вот это в центре есть парк платный. Это единственный парк в Катманду, потому что Катманду, как вы поняли по фото, не особо про зелень и тем более парки. А вот есть парк, огороженный, высокой, такой стеной каменной. Денежку ты проходишь, там тусишь. В этом парке у меня случилась моя любимая работа. Я написал знакомый, когда мне нужен был пеперайтер в секс-шоп. Я вот на этой лужайке сидел и писал свою первую статью про силиконовые вибраторы. Эх, ностальгия. Красивый парк, народ приходит отдыхать, белки ручные совершенно их подкармливают всем. Тоже какая-то бывшая, уже не королевская, уже тут премьер-министра, президент, резиденция, кого-то из чиновников. Единственный парк, ну, не знаю, как он сейчас страны, но на столицу точно. Это паспорт с долгожданным штампом на индийскую визу. Ну, блин, я подавался на индийскую визу, там, в очереди в посольстве такие хипаны стояли, такое ощущение, что они там пешком, не знаю, с Хрещатика пришли в Непал, чтобы дальше продолжить свой хипанский путь в Индию. Обдолбанные, там, куриные, в общем, публика маргинальная довольно на индийскую визу подавалась. Это я получил визу в Индию, можно расслабиться. Да, с визой в Индию это прикол, а ее могут дать на срок от одного до трех месяцев. И ты никогда не угадаешь, на сколько они бы дадут. Смогут на один, могут на три, мне дали на два. А вот это Хактапур. Хактапур это пригрык Татманду, это законсервированный город, город, платный город, он под охраной ЮНЕСКО, то есть написано для людей не из СААРК, это СААУС-Азия, короче, альянс стран Юго-Восточной Азии, ну вот написано, Индия, шланг Афганистан, Пакистан и китайцев. Вот, если ты не из этих стран, то ты платишь полторы тысячи рупий. Это вход в город, и от того стоит это настоящий средневековый город. от Катманду, 20 минут на маршрутке ехать. Вот так он выглядит, он совершенно протисающий. Да. А в нем кто-то живет именно, что он не живет? Да? живут, и отели сдают, и кафешки есть, но здания, тут просто очень много сохранившихся древних зданий. Он был в стороне от эпицентра Звездвесения, и поэтому разрушения здесь были меньше, чем в Катманду. Поэтому больше зданий сохранилось, и Хактапур это тоже один из священных городов буддизма. Там тоже что-то делал Будда в свое время. Да. Туристы, 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 храмы, туристы. Как по мне, после Гималая, после Бор, это место must visit в Непале обязательно Хактапур. Вот Наташа к этому я спрашивала, куда поехать в Непале, я советовал, собственно, Хактапур. Наташ, ты в итоге съездила в него? Я тебя включил? Нет, я не успела. Я была в Катманду два раза, мне нужно было на Визаран ездить. И в Пакхару мы ездили с подругой, тоже мне нужно было Визаран сделать, и мы тогда в трек ходили. Я все потом хотела, но мы сходили буквально там, ну, три дня в трек. В общей сложности мы были дней пять в Непале, три дня в треке. Вот чуть-чуть мы прошлись вот по вот этому кольцу Антурны, буквально там пару. Вокруг озера, да? М? Вокруг озера, наверное? Нет, слушай, я не знаю, мы в пару деревень поднялись всего от Хактары. Понял. Вот, и в принципе все. Понял. Но мы все планировали и в принципе планируем до сих пор, поэтому если будет запись этой трансляции, было бы круто, потому что много всяких штук, которых можно было подчеркнуть. Понял, хорошо. Спасибо. Вот, 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 вот. Я уже научился различать здесь храмы шиваистов, вот эти вот такие, как бы это назвать, дирижабли вертикальные, это шиваистская архитектура. Хактапур, такое ощущение, что вообще не пуганы цивилизацией, там, да, там есть свет, есть интернет, есть даже кофейнка, там нет, нету банкомата, за этим всем в Хактапур. Хактапур по большей части выглядит, если в Хактапур это скрапление, такое архитектура, таких зданий, то в Хактапуре это процентов 80 города выглядит именно так. он небольшой, у меня два-три там с головой, в исключательности особых там нет, там исключательность это сам город. Вот опять к слову о местном населении. местные пенсионеры торгуют овощами, опять же, любую эту фразу, все как у людей. Ну, какие-то новостроечки, новостроечки. очень чистая водичка в пруде, в пруду. Вот ты гуляешь просто по живой истории. Тетушки воду баклажки набирают из колодца, которому несколько веков, нескольких тысячелетий. Нет, тысячелетий это многовато, но веков точно. Мегафатогеничные храмы просто суперфатогеничные. Это вид крыши гестхауса, в котором мы жили. А, интернет там вот в таком виде представлен. Тот самый компьютерный клуб, такого довольно много в Непале с лампами ванитарами и сидят в контрстрайк задротят местные детки. Киберкафе. Плата почасова. Ну, что-то подношение подносят, что-то ритуалят. Киберкафе. Киберкафе. и химейджеры смартно втыкаются. Я обожаю такие кадры, я обожаю такие картинки, потому что они, во-первых, очень раз доказывают, что люди везде люди, всех людей, в зависимости от света кожи, разреза глаз, какие-то привычки, палатки одинаковые. И тут отлично показывают эклектику этих мест, смешение культурных пластов, эпох культур. Да, центральная площадь в Актапуре тоже называется Дурбар. Дурбар, кажется, на местном это незалежность. Площадь незалежности, которая есть в каждом городе. Или свободы. Да. Просто вот такая вот картинка, когда ребята сидят на офигеть древнем сооружении, и что-то там, ну, просто сидят, то есть не безобразничают, но меня вызывают ассоциацию, ну, вот для кого-то это история, и на нее не дышать, а для кого-то ну, живем мы тут. То есть показать сразу везде жизни, вот идеально, потому что, когда некоторые историки на какие-то здания говорят, да на это же дышать нельзя, ребята, по-моему, всегда это была жизнь, люди живут, все нормально. Оно как-то для этого сделано. Такого, кстати, такой эклектики, такой жизни очень много на юго-западе Турции, но там тоже какие-то греческие, римские виадуки, амфитеатры, и там на них мужики пиво пьют. И в Греции тоже ты ходишь по этой истории просто на каждом шагу. Мне просто очень нравится, когда оно не просто, то есть люди не разрушают, а по сути там, типа, акведуком пользуются, как акведуком. Я понимаю, о чем это, это круто. То есть в какой-то степени это, конечно, тоже разрушает историческую конструкцию, потому что она не законсервирована, а ей пользуются, но тем не менее это жизнь. Дурбар, Дурбар Сквер, Хактапур Эдишн, Холодец. Ну вот тут видно, что меньше было разрушений, меньше пострадали даже вот такие вот столбы, которые при снижении сыпятся первыми. Я люблю эту фото. Дедушка читает Непал Таймс на авторе. Внутри корова спит. Древние. Ни тарелок спутниковых, ни кондеров, уличного освещения кстати тоже нет. Когда стемнело, тогда и ночь. Алтарчики. Алтарь и колодцы, колодцы L3. там еще в этом Хактапуре есть несколько площадей, площадь горшечников, где люди там приходят на закатере, на рассвете продают глиняные горшки, посуду, площадь тканей, где продают тканешки. А тематические рынки по интересам. Школьная экскурсия, это храм, и внутри школьники сидят, рисуют с натурой. Для художника, я думаю, это топовое место себе где-то все зарисовывать вживую. Должно быть очень круто. Простые непальские школьницы, возможно, у них урок истории здесь. Опять перестали листаться фото почему-то. Их не так уж много осталось. Сейчас перезапущу. Но их осталось тут с десяточек. очень-очень-очень-очень странный алгоритм. Но это явно не буддизм. Это уже сильный не буддизм. провинция, окраина города. И все это черти какого столетия. Это снова как маду. Окей. И на этом фотографии можно было бы сказать все, но у меня есть фоточки с другого девайса. Они немножко не по хронологии. с GoPro фоточки есть. Это когда летали на параплане, там ты не сам летишь, тебя пристегивают к чуваку, который умеет этим всем рулить. И у него селфи-палочка с GoPro и потом тебе через день привозят в отель твои фоточки на CD-диске. Охи, гемор был с этим диском с менпуки без дисковода. Я не помню, как мы выкручивались, чтобы с диска эти фотки на наутск не кинуть. Как-то ходили в какой-то компьютерный клуб. Ты летишь, и чувак пристегнут к такому креститься, и чувак тебя фоткает. Чувак не местный, чувак француз. Так, со всех сторон, там сверху, снизу, фото из-под левой пятки. Даже дает немножко порулить. Чуть-чуть. там, ты не один видишь, там на стол полетит. а это уже фотки, собственно, фоточка с перевала. По моему носу видно, насколько там тепло. Да, это пошли фотки меня, просто меня Франк фоткал на свой смартфон, поэтому они немножко затерялись в общей массе. вот так я ходил вот это вот на большом высоте уже. Ребята, поляки, опять 416. поздравляем, поздравляем с успехом. Вы молодец, вы дошли. Местная кухня, рис и курица. Вообще насчет кухни, забыл, в Непале кухня не похожа на индийскую, вот совсем не похожа на индийскую, она практически не пряная, там очень мало специй. В Непале кладут очень плохо с овощами, фруктами, высокогорья очень плохо. В основном рис, курица и суп и пермешки. Местные пермешки называются момо и это пермешки с мясом или с капустой вегетарианские. Очень вкусная штука. Это я грибу уже загребался, грести по лицу видно. Фото сделано чисто понтов ради. Очень холодно, очень высоко, но почему бы не посвятить своих ребят на фото. Вот традиционный завтрак. все имеющиеся в ассортименте овощи и фрукты. Лучок, помидорчик, огурчик, морковка. Очень насыщенный фруктовый завтрак. высоко, высоко в горах. У нас были одни варежки на двоих, варежках франшла. все, пошли сло врачи. Вот тот самый левый джинджер хани с медом и без меда. Фото как бы говорит мама, я в горах. Мы, конечно, забавно смотрелись на фоне экипированных там специальные ветронеподуваемые штаны, куртки, шапки туристов в своих шароварках и летних курдейках украинских. Ну, два дебила это сила. Три дебила это муж. Вот такая бруечка это в лоджиях где ночуешь. хороший камни причем сам собой получился. Хотел сфоткать свой интерфейс, а получилось очень клевое отражение. пафосное фото для инстаграма. Пафосное фото для инстаграма. Не очень пафосное фото для инстаграма, но было реально холодно. 5400 в Аладдинах. Ачью фонд анлокт. Аладдины, подними еще Аладдин, подними термуха. Ну, а как вы видите по моим ручкам загар я за две недели получил не слабенький без перчаток. Местами пальцы даже обгорели. это внизу самое-самое начало еще не загоревший нос еще не красный. Все. На этом Непал у нас заканчивается. Сейчас я включу всем микрофончики. и пока вот резюмируя по Непалу, Непал это нужно. Это очень такая непуганная цивилизация и страна в хорошем смысле слова очень гостеприимный народ, очень много интересных мест, очень крутая природа и в целом это одно из крутейших наверное мест. это считается наверное Юго-Западная Азия или Южная Азия может уже считается. Не Юго-Восточная а Южная. Вместо Южной Азии говорят ну и то, что я видел по фото знакомых Пакистан. Пакистан очень похож по природе, по архитектуре. Там свой говорит, своя аутентичность. Мне очень хорили Пакистан. одна из стран, в которой я очень хочу погулять. Как-то так. Вопросы, пожелания? Это чисто ради хохмы. После толкового количества дикой природы и азиатской аутентики в следующий раз ты просто обязан нам показать Сингапур и Бангкок. Ты будешь смыряться, но у нас еще есть немножко времени и я включаю Сингапур, потому что Сингапур как раз перед Непалом в Сингапуре мы были три дня, потому что виза, потому что там довольно дорого и потому что там нечего делать больше, чем три дня. Сингапур очень маленький. Я думал, что он большой, но он пешком, если не считать какие-то окраины, спальные районы, пешком обходится за пару часов. За пару часов ты обходишь все интересные места, все вот эти знаковые, открыточные локации, вот эти супердеревья это называется, в парке конструкции металлические машни оплетенные деревни. Вот на этом фото почти все интересные места Сингапура. Он совершенно крошечный, игрушечный, стерильный, ну и хай-тек-хай-тек. Не хай-тек, а реальный хай-тек. Марина Бэй отель, у которого на крыше корабль, музей, видя половину цветка лотоса, мост в виде спирали ДНК, это все шаговые доступности друг от друга, то есть ты доезжаешь, доходишь до центра, там пару часов гуляешь и все, ты посмотрел Сингапур. с точки зрения туризма, ну это идеальный перевалочный хаб, вот Сингапур, как и Гонконг, его многие путешествующие по Азии включают в перевалочный пункт, то есть ты летишь из точки А в точку Б с пересадкой на пару дней в Синге или в Гонконге. За пару дней так все смотришь, вот, конечно, покупаешь магнитики и летишь дальше. Это, кстати, Мерлеон, символ Сингапура, русалка-лев. Вид на Сингапур с флагна самолета, очень красивый, очень-очень-очень круто светится. Ну вот, типичные спальные районы Сингапура. Невысокие домики, во дворе бассейн, ой, случайно Христину замьютил. окраины Сингапура. Ничего не вспоминаю, да, там, Малайзию, например. Очень чисто бросаете мусор. Английский Бахаса, язык Малайзии, Индонезии, китайский и какой-то из языков Индии. Хинди, наверное. Очень много велов. В Сингапуре очень развит экотранспорт и возле каждой станции метро многоэтажные парковки для велосипедов. И их не хватает, потому что, ну вот, немного об экотранспорте в Сингапуре. Немного непонятно, это личные или прокатные, потому что они очень много одинаковых. И то, и то. Это парковка, это просто муниципальная парковка, но есть пункты проката, да. после проката ты можешь взять там по часову или по дням. Но Сингапур, он, это идеальный город. Это город будущего, то есть ты можешь весь город пройти по зеленым зонам. Зеленые парковые зоны расположены так, что ты можешь переходить из одной в другую, не проходя через какие-то дороги, деловые кварталы, чисто по паркам. Можешь проехаться везде тупо по зеленым зонам. Там в плане урбанистики Сингапур, я считаю, это образ новый город. Это действительно город будущий. Насколько просто в Сингапуре вляпаться в историю с местными законами и штрафами, ну, типа, вот это вот все? Если вести себя как порядочный человек, ну, то есть случайно, скажем так. Я имею в виду, не когда ты там мусор на дорогу бросаешь, а в смысле, ну, насколько я знаю, там все, ну, очень много достаточно строгих правил и ограничений, кроме того, чтобы мусор на дорогу не бросать. И некоторые вещи можно нарушить чисто по незнанию. Я не знаю. Я знаю, что вот жвачку нельзя. В принципе, жвачка в Сингапуре запрещена. Вообще. Но я жвачку не жую, поэтому не знаю. Мне кажется, что если ты ведешь себя как цивилизованный человек, то никуда не вляпаешься. Не садишься бухать в парке на газоне или не справляешь нужну под куст, то, я думаю, все будет окей. После Непала очень зеленое все. Это в торговом центре указатели. Огромные, огромнейшие торговые центры подземные. Чисто так, я не то, чтобы прям очень считаю это важным, но что-то я где-то такое слышал, я помню в каком-то конкретном городе Азии, возможно таки в Сингапуре, запрещены очень строго любые проявления, грубо говоря, романтической любви на улице, в том числе невинный поцелуй в щечку, можно слопотать штраф. Я знаю такое про мусульманские, про Саудовскую Аравию, например, про Эмираты, возможно, это про Дубай или Абудаби, в Сингапуре не слышал. Может быть и есть, но я такого про Сингапур именно не слышал. В моем понимании это вот попадает в тот список, который можно типа что-то для себя абсолютно естественное и по незнанию можно нарушить, гуляя со своей парой. Это можно легко нарушить в исламских странах, вот это легко нарушить в Сингапуре. Я не знаю, я на улице в Сингапуре не целовался, возможностей проверить не было. Торговый центр с люстра из Христалла в Сваровске. фирменный магазин DC фирменный магазин DC держите меня, Сингапуре. Смотрел позавчера нового Бэтмена офигенно. в Сингапуре. Это не в Сингапуре. Не-не-не-не, в HD уже есть на торрентах в HD качестве. Все отлично. Как раз позавчера появился в HD, я сразу скачал, посмотрел. К слову про торренты, а ты волшебных тварей не видел последних. Кого? Волшебные твари, тайные Дамблдорофф. Сейчас лаза повесит. Еще не выше. Я находила, но качество такое, что лучше не... А, ну, экранки, да, экранки. Это парк, вот справа это оранжерея, причем мне кажется, да, вот слева это для пешеходов, а справа зубы велосипедистов, зацените пропорции. Я, как велосипедист, просто плакал. Хотелось вот упасть на коленец, ловек эту велодорожку. Как я вас разумею. Можно верить сейчас. Скажи, да? Там, кстати, на дороге нарисован не только велосипед, но еще какой-то транспорт. Я так понимаю, что-то типа самоката или что это? Самокаты в Сингапуре запретили, кстати, электросамокаты, потому что пару лет назад с ним была большая проблема, там Европа на эту тему конвульсировала, вот, а в Сингапуре их просто запретили. Да, Сингапур, на секундочку, тоталитарное государство с клановым правительством, то есть там правитель, он как бы диктатор. Ли Куан Ю, он там глава клана, глава мафии и вообще довольно жесткий чувак. И он, чтобы создать из занюханной никому нахрен не нужно рыбачих деревней, вот это, а он там такие строгие порядки наводил. Но, да, как писал Ли Куан Ю, есть очень крутая книга, я не помню название, но он там описывает свой путь и как он реформировал Сингапур. Он писал как, если ты хочешь побороть коррупцию, посади пару своих родственников, остальные перестанут. и он реально сажал своих близких родственников, пересажал много. Там, по-моему, была фраза посади своего лучшего друга, он знает за что и ты знаешь за что. Ну, скажем так, то, что я слышала простые слова. Может быть и так. Это красиво, но это красиво вот именно прийти посмотреть, жить в этом слишком жесткие законы, слишком жесткими методами это все сделано. Там очень комфортно жить. Я там, собственно, вписывался у друзей из киевской ролевой тусовки. Они переехали в Сингапур лет назад. Ребенка там родили и сейчас живут. Говорят, что если соблюдаешь правила, то там жить очень комфортно. Если ты работаешь, очень хорошая зарплата, социалка, медицина, ну да, правила жесткие. Ты просто их не нарушаешь и живешь, отлично живешь. Если тебе важнее дух свободы... Если тебе ок жить в рамках шаг право, шаг влево, приравниваться к побегу, карается расстрелом, то, в общем-то, это плата за вот этот комфорт. Ну, вопросы выбора. Да? Да. Такед, ты что-то говорил? Супертрис, все-таки супердеревья, да, везде канальчики с карбами, непонятная скульптура. Очень, кстати, клево баланс выдержан. У него шест, на котором держится в правой руке. Других опор у статуи нет. А ее с какого-то ракурса видно? С правой. Наверное, да, но я не фоткал. То есть, вот, у меня было впечатление, что это просто как-то выбран ракурс на уровне, ну, то, что встречается в интернете с этой штукой, что как-то выбран ракурс, там на уровне кустик закрывает шест вот такого порядка. Вот опора, вот под правой земли касается. Все, других опор нет, из всех на кустах выглядит так. То, как это сейчас, смотрю на эту фотку, впечатление, что не касается земли. Касается. Почти весь Сингапурс. Смотрите, то есть деловой центр, он же даунтаун, и за даунтауном уже начинается порт. На этом Сингапур заканчивается совершенно крошечный. Ну, да, я там по центру ходил босиком, потому что в Сингапуре ты вообще ничем не рискуешь, ходя по центру города босиком. Даже на веточку наступить не рискуешь. высотки. Высотки мне первое время очень перли, потом просто проелись после Бангкока, после Куалбура. Высотки, они везде высотки. Стеклобетон, стеклобетон, вот это же и парки, парки, много псевдоколониальной архитектуры, новостроя, но выполненная в колониальном стиле. Вот памятник людям, которые там жили, это Британский колонизатор в пробковом шлеве. Говорит, наверное, мне три мешка риса, сидит щитовод с амбарной книгой щитами и грузчики и спрашивают тебе этот мешок или другой мешок. Слишком стерильно. Вот как для меня слишком стерильно. безопасность настолько, что осторожно, низкорастущая ветка вашей безопасности, не залезайте на ветку. К слову, о правилах безопасности. закатик, я вот кружился по сити полтора дня то в кафешке зашел, кофе попил, то просто на набережной посидел. Там есть еще Синтоза. Синтоза это такой огромный тематический парк, в том числе Universal, то есть там локации по Гарри Поттеру, локации по парку Юрского периода, еще какие-то локации, но для меня этот метод это было дорого. Там входной билет на весь день, как в Диснейленд, но стоит он каких-то ощутимых денег, поэтому это не ездит. А вот это вот на эти супердеревья, привет, более-то снова с нами, на эти супердеревья можно наверхушку подняться и там тоже кафешка, сидеть, смотреть на парк. А вечером начинается светомузыкальное шоу, то есть деревья подсвечиваются, мигают, и там популярные саундтреки из Гарри Поттера, из Пиратов Кыльевского моря, какая-то классика, ну и эти деревья в такт музыки мигают. Каждый вечер 20 минут длится шоу, совершенно бесплатно, просто по парку гуляешь, и вот вечером это экватор, это почти экватор, то есть там темнеет всегда в одно и то же время, вечером начинается шоу, ты посидел, посмотрел, и походил, посмотрел, пошел дальше. Красиво, очень красиво, эпично. Экватор, но почему-то не сидит мест, где очень жарко. Там жарко? Там очень жарко, да, там очень жарко. Самое большое кресо обозрение в тот момент было, типа в мире, в мире, но Эмираты переплюнули, потому что Эмираты страна, которая, так, у кого-то есть что-то большое, давайте сделаем еще больше. Извини, я, наверное, не первый раз задаю этот вопрос, возможно, он глупый, извини, заранее. По-моему, я действительно уже об этом спрашивал. Вопрос в чем? Насколько я ты говорил ты говорил в одном из прошлых выпусков, что в Азии в принципе не очень принято путешествовать, не очень люди лезут друг к другу в страны и так далее. И в связи с этим, насколько я понял, вот, если брать весь регион, да, там примерно плюс-минус Юго-Восточная Азия, включая там южные регионы Китая, например, тот же самый, боже, как он называется, остров, на который туристов пускают, я хотел как раз спросить, поехал ли ты туда, там есть отдельный остров, сейчас скажу, как он называется, на который пускают всех без разбора, потому что он, не, Хайнань, Хайнань, потому что он тупо туристический. Короче, насколько я понимаю, без разбора тоже в рамках транзита. То есть, типа, количество людей в год? секундочку, с Китаем есть один очень интересный лайфхак, если тебе по каким причинам есть такой неудачник, как я, и тебе не дали китайскую визу, ты все равно можешь поспеть в Китай. А ряд городов Китая, Пекин, Шанхай, остров этот, еще какие-то, доступны в рамках транзита на срок от 48 до 72 часов. Если ты летишь из пункта А в пункт Б через эту точку, ты можешь посетить эту точку. Если у тебя много денег, тебя не утомляет летать каждые 2-3 дня, то ты можешь в Китай посмотреть вот так вот ты летишь, допустим, из Непала через Шанхай в Гонконг, потом из Гонконга через Пекин в Монголию, потом из Монголии через Хайнань в Таиланд. Ты так можешь посмотреть большую реку на Китае. у меня подруга ездила на Хайнань прицелом, именно они там отдыхали с мужем, вот, и она говорила, что... Да? Я вот не помню с визой или без, но я помню, что они там тусили довольно долго. Вот, но суть не в этом. Я хотел вопрос другой задать. Я хотел другой вопрос задать. Насколько я понимаю, в отличие от, например, Европы, где тебе с инглишем будет плюс-минус рады в любой стране, в Азии нет какого-то такого одного языка, зная который, ты можешь комфортно перемещаться по ней всей. Правильно я понимаю? Да, да, да. Ну, а если так, если брать какой-то один наиболее комфортный, что это будет? С инглишем в Малайзию. Не, не с инглишем. Я помню, что с инглишем в Малайзию. Я имею в виду, если ты хочешь попутешествовать по Азии, то какой язык кроме английского имеет смысл подучить, если выбрать какой-то один, который более-менее понимают, ну, если не везде, то по крайней мере в каком-то значительном количестве стран. Наверное, китайский. Окей, хорошо. Я почти уверен, что китайский. На французском много где, ну, опять же, в турнистах, в турнистах много где на французском говорят. Я так понимаю, в тех турнистах хорошо говорят на французском, там и на английском нормально говорят. Правильно? Не всегда. Не всегда. В некоторых я сталкивался, что французский уй, инглыш, найн, ноуп. Таких мест мало, но они есть. Окей. Почти весь синг с высоты птичьего помета. Очень влажно, жарко и влажно, и нюанс экватора почти каждый вечер идет дождь. По расписанию. Пять-шесть вечера, пару часов идет дождь. А еще, кстати, Сингапур, это, кстати, ущобы Сингапура, окраины, бедные. В Сингапуре, что меня поразило, очень много стариков. Видно, что больше стариков, чем молодежи. Сингапурцы, стареющие нации. Мне объясняли ребята, которые живут там, почему. Потому что Сингапур город деловых людей, город джоббинга, карьеры, карьеристов, там, все в работу, в работу, в работу, в работу. И сингапурцы, чтобы сексом заняться, летают куда-нибудь в отпуск в Таиланд, потому что они не могут расслабиться в этом вечном стрессе и нормально отдохнуть в Сингапуре. То есть молодежи на улицах нет, потому что они либо в офисе, либо в Таиланде, да? Да, очень много стариков. Вот на улицах там просто охранники на парковках, там и празднотусящие в основном старики, причем старики, такие почти малого возраста. Сингапур стареющая нация. Людей в принципе на улицах мало, потому что Сингапур это не про праздношатание, это про карьеру, это прям в джоббинг. Вот почему мне не зашел Сингапур с Гонконгом, потому что я не люблю такое, когда вот я вся жизнь заточена под карьеру, под работу, ты работаешь. Гонконг тоже про джоббинг? На будущее. А Гонконг это самый-самый-самый самый такой поинт, там джоббинг из всех, где я был. В Сингапуре хотя бы парки такие отдыхабельные, а Гонконг это киберпункт. Это просто Гибсон, нейромант, вот мне кажется его писали из Гонконга. Этот самый киберпункт может быть такой, как Акихабара, условно говоря, а может быть совсем все плохо. Может. а вот раз уж мы пока сидим, для примера, вот типичный Гонконг. Он весь выглядит. Да, это я Wi-Fi пошел. Вот, весь Гонконг выглядит так. Я не помню, я Гонконг показывал или нет? Нет, не показывал. В смысле, там везде настолько мало места? Да, там очень мало места. Это город ужасно устрофоба. И там даже в отеле, если ты снимаешь, там товарищ, он приезжал из Китая в Гонконг на метро, он работал в Шинджине, и из Шинджине можно на метро приехать в Гонконг. И он говорит, что эта фишка Гонконга, там очень мало места. Даже отельные номера в крутых отелях, они крошечные, там люди на головах живут. Там очень мало места. А что с его статусом? Я помню, что у Гонконга по сравнению со всем остальным Китаем, ну типа, это не Тайвань, конечно, но у него тоже есть какой-то очень особенный статус монополитический. Его Британия выкупила у Китая на 99, кажется, лет в свое время. И скоро этот срок заканчивается. Именно поэтому в Гонконге сейчас бунты и в целом довольно напряжно, потому что они очень боятся. Они очень боятся Китая, потому что Гонконг окружен с всех сторон Китая Майнландом. В Китае называют Майнланд главная земля. И Гонконг он в плане законов мягче. Гонконг это зона свободной экономической торговли. В Гонконг китайцы приезжают отдохнуть, прибухнуть и пошопиться. Там китайцы в Гонконге свободнее чувствуются и дышатся, чем в Майнланде. Но скоро особый статус заканчивается. И Гонконг у них свое правительство, у них своя полиция, но при этом армия их защищает по договору аренды, их защищает армия Китая. Но, как вы понимаете, у этого есть обратная сторона. Семар, насколько я помню, как раз сейчас уже закончилась британская, закончилось время, когда Британия там владычествовала и в итоге сейчас переходный период, который вроде бы даже заканчивается, то есть Китай его подгребает уже в процессе. Может быть, у тебя информация была на тот момент, когда ты там был, потому что я как раз недавно то ли в прошлом году встречала, что там же были и протесты и все, именно потому что Китай стал ускоренными темпами пригребать Гонконг. А еще момент в том, что у Гонконга нет договора об экстрадиции с Китаем, то есть преступники из Китая могут жить, скрываться в Гонконге и Гонконг имеет право их не выдавать, потому что если между странами нет договора об экстрадиции, то страна Б может не выдавать тех, кто объявлен розыск в стране А. И Китай это очень сильно напрягает. Китай от этого прям бомбит. Насколько я поняла, это город китайских диссидентов. То есть, что сейчас Гонконг уже присоединен к Китаю, там экономически еще не полностью, а юридически ну очень сильно. Значит, переходный процесс сейчас как раз идет. Да, это город китайских диссидентов. Именно поэтому там были протесты. Гонконг это город про вверх. Даже автобусы в несколько этажей и трамваи в несколько этажей он весь про вверх. Потому что очень много народу, очень мало места. Интересно, а они могут замышлять денег и выкупить себя еще до 99 лет? не уверен. Китай очень хочет Гонконг. Китай очень-очень хочет Гонконг. То есть, Тайвань они не признают, Тайвань не считает, что это их, а Гонконг они просто очень хотят. вид из любого места Гонконга. Я от такой африктуры не в восторге. Не, ну реально Найт-Сити. Да, да. Я же говорю, весь Киберпанк рисовали вот отсюда. Если честно, еще очень сильно напомнил Киберпанк. Кто? Передачи про него. Сеул. Когда я посмотрел про него, видео разные. В Сеуле просто, в Сеуле в отличие от Гонконга, из того, что я сейчас вижу, там, знаешь, тот Киберпанк, который с намного большим азиатским налетом. То есть, там с одной стороны не воскрепа, с другой стороны пагода. Вот в таком духе. Да. А в Гонконге очень мало азиатского. Он такой, он утилитарный. Он такой довольно безликий. Скажи, вот тут можно, кроме как по аэроблифам на высотке определить, какая это часть мира вообще? Ну, да, слухо. А справа вот это здание с двумя антеннами, это то самое здание, на котором стоял Бэтмен в Новом Скайп-Трилогии. Там же Бэтмен мотался в Гонконг, чтобы оттуда выдернуть чувака-бухгалтера. И там есть кадры, где он стоит на этой высотке, которая справа с двумя антеннами и смотрит в ночной Гонконг. Ну, да, ну, все вот такое, такое, такое. Есть люди, которые такое нравится, я не фанат, честно. по лицу видно мои эмоции от Гонконга. Все, все вверх, все вверх, ну и вниз еще этажи. Ну, как минимум разок в таком городе побывать интересно. Разок интересно, бесплатный Wi-Fi везде, можно в парке сидеть, работать, потому что с Wi-Fi вообще в Гонконге сложно. Бесплатный Wi-Fi есть в парках, но при этом в кафе Wi-Fi по коду на чеке 20-30 минут максимум. До свидания. Нефиг тут сидеть, место занимать. Гонконг это город не про slow life, не про слабиться с чашкой кофе на пару часов запекать. Гонконг это город про бежать, бежать, бежать на работу, с работы, работать, работать, работать. Но говорят люди, которые живут при этом в Китае, что это посвободнее, чем в Китае. То есть в Китае еще менее slow life. Вообще это странно, потому что я про Китай слышал весьма спокойные и расслабленные в целом в среднем. Но мне говорил товарищ из Шенчжэня, а Шенчжэнь это такая силиконовая долина Китая, это центр разработки программного обеспечения, софта, хайп, даже в Шенчжэне школы. Да, говорю, Шенчжэнь, это железо, софт, все остальные высокие технологии, этишный город. Но вот люди из Шенчжэни, если в Гонконг погулять. Может быть, просто в Гонконге работать, 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 но по крайней мере тебе не ебёт большой брат, а в Китае работать, работать, то есть ты можешь потусить, ты можешь посидеть, повтыкать, но если ты по пьяни будешь трындеть не то, то лучше не надо. Твоя социальная региона бухатится ниже плинтуса, и ты не сможешь даже купить билет на общественный транспорт. Ну вот в таком формате, то есть бухать ты можешь, но только не трындеть, а тут христи не трынди, если есть за что бухать. Кстати, в Гонконге очень клёво на нас кафешке, там тебе меню, одноразовое меню, название блюд, и напротив них поля для поставь галочку, ты ставишь галочки, что ты хочешь, отдаёшь официанту, и он вот поэтому тебе приносит еду. Ты не показываешь, не объясняешь, что тебе нужно, просто ставишь галочки. Торговые центры, торговые центры, парк, кстати, парк тоже вверх, это парк, он на холме, который там, не знаю, пол кмэ на пол кмэ, он многоярусный, тоже вверх, даже парки в Гонконге многоэтажные, он не вширь, а вверх, это вид из парка. Опасайтесь незнакомцев. А це памятник свиньи. Кто знает, немасик, да, в Гонконге много памятников свиньи, я даже отсылал на Бачу Торонто фоточку с памятником свиньи. Расскажи, что за мост? Есть ютуб-канал «Телбачу Торонто», очень клевые ребята, которые обозревают политические события в Украине и в мире. Вот у них там был вырезка из полтавских новостей, где настолько не о чем было рассказано, что они сделали репортаж о памятнике свиньи. И фраза «Оксай памятник свиньи» порослась и завирусилась. «Оксай памятник свиньи» «Оксай памятник свиньи» «Лестницы, кое-где даже есть эскалаторы, то есть ты, чтобы пройти по улице, поднимаешься на эскалаторе, потому что Гонконг очень холнистый, чтобы ножки не сбивать почем зря, ты поднимаешься на эскалаторе». Можно перебить насчет эскалаторов, просто я вот в Стамбуле удивился в свое время, что везде, где есть эскалатор, турки поедут по эскалатору, они будут идти по лестнице. Китайцы так же? То есть, если, например, если эскалатор и лестница, то лестницей никто не пользуется или нормальным подъемом? Да, а зачем? Это вот эти вот странные белые, они там за какой-то зло, ногами любят ходить. Ты знаешь, в Индии очень косо смотрят, если ты берешь в аренду велосипед. И вот, ты что, больной? Зачем тебе велосипед вот это вот ногами? Возьми ты нормальный маппет или автомобиль. Что ты вот это в смысле здоровья? Что, вообще больной? Я так понимаю, это фишка стран, которые совсем недавно ушли от того, что ничего кроме велосипедов не было, сейчас могут себе позволить не ходить ногами. Поэтому странных белых, которые предпочитают, зажрались настолько, что предпочитают механизмом ходить ногами, смотрят очень косо. Очень-очень косо. Ну, мне кажется, это скорее связано с экономикой, когда страна успешная и в ней много, ну, скажем так, людей, которые целый день только делают, что сидят в офисе, то они начинают задумываться о своей физической форме. А если в стране, в принципе, достаточно много физической работы, то что это ты еще больше физической работы себе хочешь? Тоже правда. Это гонконгская фишка, гонконгские вафли. У нас, по-моему, тоже такие продаются с какого-то относительно недавнего года. Это вафля, в пупырышках отдельная начинка и внутри отдельная начинка. То есть ты выбираешь начинку внутри этих вафов, пупырышек, выбираешь ароматизатор к тесту и выбираешь начинку внутри. Такая мега сытная штука, я не смог. Я всю не осилил. Очень сытно. Да, и они там с мясом бывают, с свининкой. Ну вот это вот классический да, извини. Вот этот классический липт гонконга с этим корабликом с красными парусами и горящими вывесками это просто вот хоть на валпапер ставит. Вот ради этого, наверное, люди туда и едут. А сразу вспомнился Бонд, где он в Гонконг приезжал, там вот именно вот такой ракурс был и где-то вот здесь должен был быть полузатопленный корабль, который секретная база Ми-6. Ну, видимо, уже убрали. Данные удалены. Да, кто-то говорил? То есть ты не слышал, да? Тебя я слышал. Про Ми-6 я слышал, да. Памятник Брюсу Лин. Памятник Свойни. Это какой-то... Прикол, мне подозрение, что это какой-то персонаж мультфильма местный, китайский. Мультик, мультик, да. Да, да, да. Ты все правильно понял. А еще вот с этой набережной световое шоу. Лазерное шоу. Самое уныличное лазерное шоу в моей жизни. То есть там вывески немножко помягали, пара-тройка лучей туда-сюда по небу подергались. Все. Уныние. Вот, собственно, все. Как по мне, очень унылично. Мы специально там гуляли на этой набережной, ждали этого шоу. Еда, еда, везде еда. Квартал красных фонарей. Чуть серьезно. Да, да. Видишь, написано брачное агентство, написано, брайдл. Но мы все понимаем. Красный фонарей литерали. Да, да, да. И да. Охреневший пустой. Не вот в том же доме фотография, которая в предыдущем была. Нет, в соседнем. Квартал красных фонарей, кстати, ограничивается очень интересным кварталом, но этого квартала уже нет. Но когда-то, не так давно, в Гонконге был район, который был вот один огромный дом улей, который был полностью занят преступностью. И там его штурмовали чуть ли не танками. Кулун. Да, я вам так и сказал. Да, 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 да. Вот легендарный район, который там штурмовали танками, потому что это несколько домов, которые снились воедино, и там внутри был такой человеческий улей из преступников. Сейчас там парк. Парк ровненький, зелененький, и стенды с фотографиями, что здесь вот была такая жопа. Его снесли. Вот, типикал, типикал Гонконг. Абсолютно типичный кадр. Можно отмотать чуточку назад на предыдущий кадр, в смысле, на обменник. А не что там? Это называется мы рубли принимаем или что с 1952? Рубли. Значок. Это очень похоже просто на значок рубля. То есть это это значит? Нет, это индийские рубли. У них просто значок тоже очень похож. Ой, Сайберпункт. Сайберпункт, Сайберпункт. Побывать было очень интересно, но повторять я, пожалуй, не хочу. Садки, садки, высотки. Просто, просто небо видно только в отражении. На некоторых улицах ты видишь небо только в отражении домов. Кафешки. Типикал. Этажи. Это я искал, как дорогу перейти. Там нельзя просто перейти на дорогу, там нужно для этого найти переход. Это считается колоритный, аутентичный район. Middle levels. Средние уровни. Тут есть немножко колорита. Чуть-чуть-чуть. Это тюрьма. Тюрьма. Большая, довольно жестокая тюрьма, из которой сделали музей. Крутой музей. Мне понравился. Кинг-Конг. Гонконг эдишн. По сравнению с этими домами, Кинг-Конг маленький. Он, и правда, не очень большой. Кусочки, кусочки какого-то колорита немножко, но так, так мозаично. Так вот. Есть там холм Виктории, главный вьюпоинт. Едешь там час на автобусе, заезжаешь на холм, проезжаешь особняк чувака, который основатель Алиэкспресса. Там его дача стоит на этом холме. Я не помню, как его зовут. Ма. Джон Ма. Там дача Джона Ма такая с высоким забором. И спальные районы. Спальные районы. Спальные районы. вид на центр. Сначала вау-эффект есть, потом быстро наглядается. Ну, здесь Гонконг. Здесь будут еще вечерние фото, вечерние подсветки. Чуть более интересные. Вообще удивлен, что у них там есть лесистые горы еще остались, которые еще не вырубили и не застроили. Это пока. Они к этому очень стремятся. Вечером оно еще более киберпунктово. Такое ощущение, что девочка это просто модель компьютерное. И все это хандрисово. Посмотри, как прекрасен мир при китайском коммунизме. Охренение просто мечта. Мне очень понравилась надпись. Макао это соседняя страна, это еще один город государства. Макао территория, на которой легален игорный бизнес, поэтому китайцы ездят отдыхать в Гонконг, а через пару станций метро Макао. В Макао ездят играть. Подожди через пару станций метро Макао на другом берегу залива вроде бы. Да. Под водой. Там реально есть метро. Это не залив, это остров. Это остров его видно из Гонконга. Нет, вот я смотрю на карту. Я раньше удивлялся, что существует станция метро Бориспольская, которая фактически в Борисполе. Но тут блин, расстояние еще больше между Детериалем, два разных города, бывшие две разные страны, между ними метро прокопали. Молодцы. Китайцы они же славятся. Бешеные кроты. Самые длинные мосты, самые глубокие дуннели, это все про Китай. Бешеные кроты. Абсолютно. Снова перестали листаться и кажется на этом фото закончилось. Да, на этом закончилось фото, я вам Гонконг показал. Как-то так. в общем Сингапур и Гонконг явно не в топе моих любимых городов. Хороший контраст с Непалом. Просто в Непал пришли к власти в 2008 году, у них еще все впереди. Лет через 40 будет то же самое. Да, это пиздец такой город типа Гонконга, потому что у меня от Харькова хотя бы раз в год надо уехать, чтобы посмотреть куда-нибудь на пространство. Хотя казалось бы, просто новостроек много стало. А тут одни спустые новостройки. Да, в Гонконге пространство просто нет. Я с таким наслаждением туда вернулся в Вьетнам. Я просто туда летал на Визаран везу сбросить. В Вьетнам, Гонконг, Вьетнам. Я с такой радостью вернулся в Вьетнам обратно. Я был готов в землю целовать. А я вот думаю, может в следующий раз немножко отвлечемся от азиатской тематики и перейдем к тематике восточной. Хотя да, можно восточную тематику Эмираты, которые тоже высотки на высотках в сотки погоняют. А может не надо? Покажи что-нибудь из Европки в следующий раз. Нет, кстати, можешь объяснить Европу и Восток, Албания. Я как раз хотел сказать, что Албания это моя любимая страна Восточной Европы. Это открытие года для меня открытие пятилетки. Албания просто мега охренетительна. Она так меня удивила. Я настолько ничего не ожидал. Я вообще думал, что Албания наверное что-то такое нищая, бедная, не очень интересная. Наверное пару дней потусим и поедем в Черногорию. В итоге месяц и я хочу еще. Это наверное примерно то, что люди думали раньше об Украине. Что там Украина какая-то страна на окраине Восточной Европы бедная и все дела. Вот немножко Албании. Честно скажу, у меня с Албанией была другая ситуация. Я хотел пару лет назад туда съездить, но я сначала открыл фотографии тираны, увидел панельки в горах и с мечетями, сказал, ты что замахал чкала и выключил? Тирана объединенный город. Я в тиране хочу пожить. Тирана тогда там есть панельки. Они эти панельки расстрастили в разные цвета, сделали красивенько. Тирана очень комфортная, она небольшая, она очень дешевая, она очень дешевая. Там огромное количество заведений, кафе, кофейни, завтрачные, обеденные, ужинные, бары, клубы. Она очень тусовочная, она очень заточенная под велотранспорт. Кстати, вот на машине не смотрят, потому что это город пробка, а вот на веле офигенно. Мне тирана очень понравилась. Да, там ничего такого мяу-вау прям нету. Город и город, но он настолько комфортный, в нем настолько комфортно жить, вот именно жить, жить и работать. Я тоже слышал разное, тоже у меня был большой скепсис, но вот для примера улочки Тираны. Зима, кстати. Ну, кстати, вот это, в принципе, напоминает Баку, то есть окраин, ну, как окраин, не центр Баку, скажем так, вот так примерно выглядит. Ну, вот центр Тираны, самый-самый центр, площадь Скандербея. неинтересно. Ну, в принципе, тоже, да, такое знакомое, да, вот, знакомое. Вот, вот, вот панельки эти, их просто раскрасили. Да, да, там есть панельки, согласен, но они как-то выглядят веселее, чем Салтовка, мне кажется. все веселее, чем Салтовка. Если честно, я мне еще в прошлый раз, когда ты показывал это на фоточках, от Тираны сложилось впечатление, типа, не знаю, взять любой, где-то примерно полмиллиона город Восточной Украины и переписать здорового человека. Там, Запорожье здорового человека. Так, сейчас я вырублю запись, потому что мы уже просто трыдим. тут у нас мечети не то чтобы есть. Ну, я имею в виду, что вот, вот, вот. Кейкирополь, здорового человека, простите.